Не. Видя, что Линк вернулся и все еще в ванне, она также разделась и вошла. Сидя напротив Линка, она омывала себя, говоря, Линк, я собираюсь начать изучать магию чар. Линк засмеялся. Надеюсь, ты не потеряешь интерес. Не потеряю. Посмотри на мою ману. Селин подплыла к Линку и прижалась к нему. Она протянула руку и выпустила ману. Темно-синий шар света появился на ее бледных и нежных ладонях. Когда появился свет, Линк почувствовал, как его сердце замерло. Это был признак того, что его душа была затронута. Он был легендарным волшебником и имел могущественную душу. Было впечатляюще, что его душа могла так легко поддаться влиянию. Он изучал этот шарманы. Тот оказался на уровне 7. Он был темно-синий, и если прищуриться, он мог разглядеть бесконечные магические руны, текущие внутри. Так мощно. Неудивительно, что усилен талант предвидения. Это такая уникальная магия. Это сила времени. Когда у меня будет время, мне придется изучить ее. Неудивительно, что Назома Повелитель Голубин перепробовал все, чтобы вернуть эту дочь в бездну. Если ее обучить, Селин может стать ужасным солдатом. Ну что, я сильная? Гордо спросила Селин. Из всех магов в башне магов только Эллиард немного сильнее меня. Остальные все слабее. Она убрала свою ману и положила голову на грудь Линка. Рисуя круги на его мышцах, она пробормотала. Когда я изучу чары, я модифицирую свою пушку, пока она не станет легендарным оружием. К тому времени даже ты не сможешь победить меня, ха-ха. Твоей маны действительно достаточно, чтобы выучить чары. Я напишу тебе заклинания. Просто возьми их, и если у тебя возникнут вопросы, запиши их всех. Я отвечу на них ночью. Селин была довольна. Я знала, что ты поддержишь меня. Позволь мне наградить тебя. Она повернулась и села на колени Линка. Через некоторое время Селин устала и уснула. Линк же был полон сил. Он вернулся в свою библиотеку и начал писать. Ночь была тихой. На следующее утро Люси пришла сообщить о гиромагнитном железе. Ее глаза были налиты кровью. Она, вероятно, вообще не спала. Вручая свиток Линку, она сказала. Господин, мы уже построили шахту и организовали работы. Согласно плану, эта шахта может поддерживать 18 месяцев финансовых операций. 18 месяцев этого должно быть достаточно. Линк кивнул. Он был очень доволен этим. Этого времени ему было достаточно, чтобы наладить магическую индустрию в Ферде. Для этого было два препятствия. Чародеи и высшие эльфы. В настоящее время почти все передовое чародейское оборудование в Ферумане было произведено высшими эльфами. У них была практически монополия. Линк бы украл у них бизнес. Это было бы сложно, но это будет потом. Прямо сейчас ему нужно было большое количество чародеев, где он их возьмет. Кроме обучения их в его башне магов, другим источником были бы магические академии повсюду. Среди них магическая академия Восточной Бухты была самой важной. Видя усталость Люси, он слегка взмахнул рукой и произнес заклинание «Сущность жизненной силы». Легендарное исцеляющее заклинание 10го уровня стоимость 1200 баллов эффект. Сила дракона превращается в «Сущность света» и льется в тело цели. Это может значительно повысить ее жизнеспособность. Продолжительность уменьшается с увеличением уровня цели. Может длиться не более 30 дней. Примечание. Подарок от королевы красных драконов. Люси работала всю ночь и продолжала зевать. В голове она тоже чувствовала тяжесть и головокружение. Но с этим заклинанием она вздрогнула, а затем вся усталость исчезла. Она была в сотни раз живее, как будто у нее было бесконечное количество энергии. Она знала, что это сила заклинания. Спасибо. Линк улыбнулась. Хорошо, не утомляйся. У тебя еще много дел. Ты мой самый важный менеджер. Я буду иметь это в виду. У Люси потеплело на сердце. Тем не менее, она была полностью заряжена и готова к труду. Как только она вышла из комнаты Линк, она вернулась к работе. Линк усмехнулся. Опаленный город смог развиваться так быстро, и территория смогла расти благодаря этим преданным последователям. К настоящему времени Линк закончил очарование чар и базовые чары. Он провел еще час, упаковывая их в книги. Рассказав о своих намерениях Селин, Линк нашел экипаж и направился к остановке дирижаблей в обожженном хребте. Остановка дирижабля, очевидно, принадлежала Иббам. Она еще не была открыта для публики. Как господин, только он мог войти туда. Дирижабли могут считаться его частными самолетами. После входа Линк сказал в Академию магии Восточной бухты. Если бы он хотел найти таланты из Академии, ему, очевидно, понадобилась бы помощь наставника Эрреры. Две книги, которые он имел, были основными книгами очарования. Линк готовился опубликовать их, чтобы дать своей новой писательской карьере хороший толчок. После этого он планировал писать заклинания среднего и продвинутого уровня, даже на уровне экспертов. Он будет хранить эти книги высшего уровня в секрете. Они станут основой конкурентных преимуществ его запланированных семинаров. Глава 462. Неизлечимая болезнь с неба отчетливо видны клочья разоренной земли, разбросанные по всему лесу Гервент после опустошительной войны. Силы Делонго были полностью уничтожены в войне против армии Ферди. Также принимая во внимание тот факт, что Линк был легендарным магом, руководившим Ферди, у Делонго не было другого выбора, кроме как отступить. К сожалению, как он и ожидал, заклятый враг Делонго, Королевство Саутмон не упустил такой возможности совершить нападение на убийство. В этот момент Королевство Саутмон планировало нанести последний удар по Делонго в момент их слабости. Поскольку и Ферди, и Королевство Саутмон были союзниками, Линк не мог желать лучшего результата. Как только Королевство Саутмон прикончит Делонго, деловые отношения между Ферди и Саутмон станут еще более гладкими, чем раньше. В то время как голова Линка была наполнена такими мыслями, пилот Дирижабля впереди сказал ему. Мой господин, мы приближаемся к Академии Магии Восточной Бухты. Хотите приземлиться внутри? Нет, попытайся приземлиться как можно дальше от Академии. Не хочу пугать людей внутри. Теперь он был легендарным магом, а также первым официально признанным легендарным магом среди человеческой расы. Если бы известие о его прибытии распространилось, все из Академии ринулись бы, чтобы поприветствовать его, и это было бы большой тратой его времени. Дирижабль приземлился на пустом участке в лесу за бухтой. Линк вышел из судна и направился в Академию Магии. Пройдя несколько футов к нему, он использовал пространственный скачок, делая необходимые расчеты. Был яркий белый свет, и Линк исчез мгновенно. Через несколько секунд он стоял перед волшебной башней Эрреры. В Академии, как всегда, было тихо. Несколько учеников бежали по каменной тропинке, ведущей к волшебной башне. Казалось, они не замечают Линка. Подойдя к входу в волшебную башню, Линк осторожно постучал по руне у входа. Мягкий колокольный звук эхом внутри. Через некоторое время дверь открылась, и из-за нее выглянул ученик, не старше 15 или 16 лет. Он посмотрел на Линка и был немного ошеломлен, прежде чем спросил. Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь? Линк был одет в темно-синее одеяние ассасина, и меч свисал с его талии. Судя по мускулистому телосложению, ученик решил, что он, должно быть, был воином. Тело воина было украшено ослепительным набором магического снаряжения, и в этот момент ученик воздержался от каких-либо дальнейших предположений о человеке перед ним. Мастер мой раз здесь? У меня с ней дела. Вы хотите увидеть учителя? Хэм, она сейчас не в башне. Слегка разочарованный, Линк снова спросил. Тогда, ты знаешь, где она сейчас? Она, вероятно, на небесном шипе. Она должна скоро вернуться. Понятно. Кстати, маг Рилай? Спросил Линк еще раз, решив увидеться со своим учеником. Она внутри. Подождите здесь, я пойду за ней. Хорошо, Линк стоял у двери и ждал его. Ученик закрыл за собой дверь. Мгновение спустя дверь снова открылась, и Рилай вышла из башни, улыбаясь. Сначала она была немного озадачена этим, поскольку у нее не было никаких знакомых воинов, но увидев Линка, ее лицо сразу явило улыбку, и она радостно закричала. Мастер, зачем вы пришли? Линк мягко улыбнулся в ответ. Я здесь, чтобы увидеть своего мастера, а также своего собственного ученика. Разве ты не собираешься впустить меня? О, заходите. Тетя Эррера скоро вернется. Рилай весело подпрыгнула, как ребенок, и пошла вперед. Ее пугающее поведение поразило некоторых новых учеников в большом зале. Кто этот воин с Рилай, и почему она так дружелюбна с ним? Спросил ученик, который открыл дверь для Линк. Я не знаю, я не слышал о каких-либо могущественных воинах в королевстве в эти дни. Почему другие ученики внезапно встали? Спросил один из новичков. Он почувствовал, что его сильно оттягивают, когда один из его товарищей тоже встал рядом с ним. Низкий голос прошептал ему на ухо, что ты до сих пор не в курсе, это Лорд Ферди. Какой Лорд Ферди? Что? Студент внезапно почувствовал дрожь. У него началась острая боль в колене, и он пошатнулся вперед, упав на наземлю. Разве Лорд Ферди Линк не был одним из старших учеников Академии и, возможно, первым легендарным волшебником на континенте? Как он мог не узнать его? Парень, открывший дверь для Линка, бормотал. Ах, я упустил такой прекрасный шанс. Мне надо вырвать глаза за то, что я не узнал его. Посреди всего этого шума Линк следовал за Рилай на второй этаж башни. Сначала Рилай хотела, чтобы он подождал на втором этаже, но Линк улыбнулся ей и сказал. Нет, давай подождем в большом зале на верхнем этаже. Он пошел дальше вслед за Рилай. Добравшись до входа в большой зал на верхнем этаже, Линк ввел пароль на руне рядом с дверью. С щелчком дверь открылась. Пароль был таким же, как и тогда, когда он еще был учеником в Академии. Когда они вошли в большой зал, Линк сел на одну из скамей, затем поманил неловкую Рилай. Садись передо мной и вытащи свою тетрадь. Я помогу тебе решить твои упражнения. Отлично, Рилай заметно расслабилась, села и передала свою тетрадь Линку. Линк пролистал тонкую книгу около 10 минут и увидел успехи Рилай в ее магических исследованиях. Он указал ей на анализ заклинания триго-уровня под названием «Кольцо мороза» и сказал. Ты допустила здесь ошибку. При комнатной температуре элемент воды особенно жидкий. Чтобы он достиг металлической остроты, волшебная структура должна быть такой. Линк протянул палец и начертил в воздухе пересмотренный вариант магической структуры. Рилай глубоко задумалась. Через 10 минут ее лицо прояснилось. Понятно. Неудивительно, что я не могла запечатать экспериментальную волшебную куклу своим «Кольцом мороза». Она спросила, как насчет моего заклинания гидротерапии. В последний раз, когда я пыталась лечить кролика в соответствии с приведенными инструкциями, он в итоге умер. Хотя такие несчастные случаи были редкими, я немного боюсь использовать это заклинание. Линк перевернул страницу, где были ее записи по гидротерапии. Она записала результаты своего эксперимента. Судя по всему, она чувствовала себя крайне виноватой в убийстве кролика, так как записала подробный отчет обо всем процессе. Посмотрев его, Линк понял причину смерти кролика и улыбнулся ей. Все в порядке, с вашим заклинанием проблем не было. Проблема кроется в кролике. Ты описала все тела кролика как опухшие, из его глаз вышла вязкая жидкость, верно? Да, бедняжка. Линк дал свой анализ проблемы под рукой. Вероятно, это был случай из стихийного дисбаланса в учебнике. Он страдал от отеков. В качестве иммунной защиты его организм инстинктивно впитывал чрезмерное количество воды, чтобы вывести токсины из его тела. В этот момент его тело было уже насыщен слишком большим количеством воды. Благодаря твоей гидротерапии его элементный баланс нарушился, в результате чего внутренние системы кролика погибли. Ах, так я была той, кто убил его. У Релайза слезились глаза. Не совсем, это была смертельная болезнь. Думай об этом как о форме эвтаназии. Хорошо, все, не плачь. Я собираюсь объяснить тебе принципы базового магического лечения, чтобы ты не стали повторила ту же ошибку. Хорошо, сказал Релай, вытирая слезы. Затем Линк написал следующую строку под примечаниями Релая гидротерапии. Ключ к эффективному лечению – это поддержание внутреннего баланса. Достижение элементного баланса в другом теле значительно улучшит его шансы на выздоровление от болезни. Конечно, не всегда все так просто. Линк начал обучать своего ученика основным принципам искусства магического лечения. Релай внимательно слушала, и каждый раз, когда она сталкивалась с проблемой, она на мгновение ломала голову над ней, но попросила у Линка дальнейших объяснений, если она сама не сможет решить ее. Линк отвечал на ее вопросы только одним предложением или даже одним словом, и Релай чувствовала себя еще более просвещенной с каждым ответом. Время пролетело в тишине, когда учитель и ученик сидели друг перед другом, полностью погруженные в свои дискуссии. Вдруг раздался треск двери большого зала. Кто-то вернулся. Даже не глядя, Линк знал, что Эррера вошла в комнату. Ее голос отразился снаружи большого зала. О, похоже, у нас сегодня гость. Она вошла в зал с теплой и нежной улыбкой на лице. Линк встал и поклонился ей. Учитель. Хотя он уже закончил свое обучение с ней, он все еще был ей благодарен. Эррера посмотрела на Линка, несколько подавленная эмоциями. Ах, время быстро летит. Ты уже достиг таких высот, которых никогда не достиг ни один другой человек. Когда они сели, Линк спросил. Учитель, вы, кажется, немного расстроены. В чем дело? Хотя на лице Эрреры была улыбка, Линк знал ее так долго, что понимал, когда что-то беспокоит ее. Кончики ее бровей слегка опускались, и она слишком часто моргала. Линк был знаком со всеми чертами лица своего бывшего учителя. Слегка ошеломленная этим, Эррера заставила себя улыбнуться. Меня так легко прочитать? Нет, я просто слишком хорошо вас знаю, сказал Линк со смехом. Эррера вздохнула. Проблема действительно существует. На севере находится небольшой городок под названием Горосон, где граждане страдают от странной болезни. Инфицированные теряют всякий рассудок и набирают силу, а затем начинают безумно атаковать кого-либо, кого только можно увидеть. Болезнь также очень заразна. Любой укушенный, поцарапанный или затронутый другой атакой сразу же заражается. Симптомы проявляются в течение как минимум 10 минут после заражения. Линк опешил. Священники не могут вылечить их. По описанию Эрреры, это звучало как эпидемия. Это самое страшное в этом. Болезнь не может быть вылечена никаким божественным заклинанием. Линк замолчал. Через несколько секунд он внезапно спросил. Состояние Горрассона выглядит не слишком многообещающе, не так ли? Эррера схватилась за лоб. Полагаю, нет смысла скрывать это. По правде говоря, Горрассон был просто источником этой эпидемии. Болезнь распространяется с ужасающей скоростью за пределы города, и сейчас все вышло из-под контроля. Глава 463. Декан в ярости башня магов Эррера взмахнула руками. Давай двигаться дальше. Ты редко приходишь. Мне не следует беспокоиться об этих вещах. Войны позаботятся об этом, и Декан уже побывал там неделю назад. Они должны быть в состоянии взять это под контроль. Все казалось срочным, но те, кто сошел с ума, были обычными гражданами. Несмотря ни на что, их боевые возможности были ограничены. Магов и воинов было достаточно. Линк покачал головой. Учитель, вас, кажется, беспокоит это. Болезнь может быть не такой простой. В Академии не было случаев заражения, верно? Эррера вздохнула. Были один внутри моей волшебной клетки. Отведите меня к нему, сказал Линк. Даже божественное заклинание Бога Света не могло вылечить их, и они были заразны. Это было странно и тревожно. Поскольку Линк хотел посмотреть, Эррера не отказала бы ему. Встав, она сказала, пойдем со мной. Трое вышли из комнаты. Рилай было любопытно, и она хотела посмотреть, но Линк прогнал ее на полпути туда. Это для взрослых. Иди и читай свои книги. Рилай надулась и ушла. Линк и Эррера вошли в подвал башни мага. Подвал имел три этажа. Верхний этаж был для хранения продуктов питания. Следующим был бассейн с отрицательной энергией башни магов, а последним этажом была магическая клетка. Большинство из тех, кто был заключен в тюрьму, были обычные существа, такие как оборотни низкого уровня, молодые вампиры и духи, поедающие трупы. Они не были сильны и использовались для обучения. Сумасшедший пациент был также заключен в тюрьму. В тюрьме было много отдельных камер. Все камеры были в форме ульев, а входы были закрыты полупрозрачными магическими дверями. Когда дверь открылась, все существа начали кричать. Когда они увидели Эреру, они начали кричать еще громче. Некоторые из похожих на людей даже угрожали ей. Отпусти меня, волшебник. В противном случае, я разорву тебя, сказал оборотень с острыми когтями. Злая ведьма, ты мертва. 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 Это была черная вдова с человеческим лицом. Она пронеслась вокруг своей паутины и пронзительно закричала. О-о, так вкусно. Так вкусно. Это был маленький дух, поедающий трупы. Затем Линк вошел в зал. Клетки, которые были непослушными минуту назад, мгновенно замолчали. Многие существа сжимались в углах и прятались. Паук с человеческим лицом, вдова, содрогнулся и упал со своей паутины. Эрера хихикнула. Эти штуки боятся только крутых. Существа были чувствительны и знали, что Эреру легко было поколебать, поэтому они любили бросать оскорбления. Тем не менее, Линк убил бесчисленное количество людей на поле боя. Другие, возможно, не смогли это почувствовать, но эти существа обнаружили это мгновенно. Столкнувшись с этим, они все были в ужасе. Идя по туннелю, Эрера остановилась в дальнем правом углу. Это эта клетка. Она наложила заклинание света над клеткой и осветила ее. Через прозрачную волшебную дверь Линк увидел человека, сидящего на корточках в углу. Он был мускулистым мужчиной около 35 лет. Он носил обычную одежду торговца, но ткань была разорвана. Она висела вокруг него в клочьях. Стимулированный ярким светом, мужчина тупо посмотрел на белый свет на потолке. Это позволило Линку увидеть его глаза. Они стали чисто черными без склера или зрачка. Его глаза были похожи на две черные глазницы. Затем Линк посмотрел на его руки, ноги и зубы. Там не было никаких изменений. Они были как у обычного мужчины. Глаза. Единственное изменение, прошептал Эрера. Другие аномалии в действии и поведении. Посмотри, как он сейчас сидит на корточках. Разве он не похож на животное? Действительно, он присел на корточки, положив руки на землю. Он выглядел так, будто мог наброситься в любой момент. Откройте волшебную дверь. Покажите мне его боевые способности, сказал Линк. Эрера кивнула. Прежде чем открыть дверь, она напомнила ему. Не думай, что он всегда такой тихий. Когда он активен, он довольно быстр. Я понял. В тот момент, когда дверь открылась, голова человека перевернулась. Из его горла донесся гортанный звук, и он подпрыгнул, набрасываясь на Линка. Он действительно был довольно быстр, равный воину 1го уровня. Но в глазах Линка его движения были очень медленными. Даже не используя свою палочку, он протянул руку. Сила дракона взлетела и появилась пространственная сфера. Человек застыл в воздухе. Линк подошел поближе. Лицо мужчины было угрожающим. Зубы обнажены, мышцы напряжены. Его кожа была бледной и морщинистой. У него было много гниющих язв. Хуже всего было на левой ноге, где кожа и мышцы распались до кости. Кажется, он не чувствовал никакой боли. Он просто выглядел диким. Казалось, он полностью стал животным. Линк обошел его вокруг и нашел что-то бессмысленное. В его язвах нет личинок. Ты лечила его? Линк спросил. Язвы были такими глубокими, и его тело было таким грязным. Обычно в них кишат личинки, но у этого человека их не было. Эррера покачала головой. Вовсе нет. Может быть, его кровь токсична. Я не чувствовал в нем и ненормальной ауры. Это похоже на обычную болезнь. Как долго это обычно длится? Я не знаю конкретных сроков, но этот парень из первой партии. Уже прошло три недели. Он ест все подряд, и до сих пор не было никаких проблем, кроме язв. Линк не был очень знаком с болезнями и не мог найти зацепки с одного взгляда. Через несколько минут он покачал головой. Я ничего не могу найти, кроме безумия. Это похоже на бешенство, но они живут дольше. Эту болезнь нельзя излечить божественными заклинаниями, и она быстро распространялась. Кроме этого, в этом не было ничего особенного. Она была не очень угрожающей. Теперь, когда воины и маги присоединились к делу, они могли определенно контролировать ее. Линк был нерешительным прежде. Увидев этого пациента, он почувствовал себя увереннее. Он вышел из камеры, и Эррера снова закрыла волшебную дверь. Как вы обычно лечите этих пациентов? Мы еще не нашли противоядия. Единственное, что мы можем сделать для большинства пациентов, это убить их, а затем сжечь трупы, сказал Эррера. Линк подумал об этом, а затем спросил. Если рядом с ними живет обычный человек, могут ли они заразиться этой болезнью? Да, но не очень вероятно. Более слабые из них могут заразиться. Чем вы сильнее и здоровее, тем меньше вероятность. В настоящее время никто выше уровня 4 не заразится, если его не укусит. Объяснение Эрреры было очень подробным. Было ясно, что она изучала эту чуму. Услышав это, беспокойство Линка исчезло. Он вздохнул. Учитель, вы правы. Воины и маги могут легко контролировать распространение этой болезни. Я надеюсь, что они поторопятся, чтобы умерло меньше людей. Надеюсь. И я надеюсь, что алхимики смогут быстро найти лекарства. Эррера вышла и сказала. Хорошо, теперь мы можем обсудить твои вопросы. Линк кивнул и протянул две книги чар. Я планирую создать в Ферде мастер-класс с почаром. Для этого я хочу нанять волшебников, которые специализируются на чарах. Ученики тоже будут работать. Я могу обучить их. Я написал эти две книги для этого. Эррера остановилась, чтобы пролистать страницы. Заинтригованная она сказала. Давай вернемся на верхний уровень. Я хочу прочитать внимательнее. Конечно. Они пошли в зал на верхнем уровне, и Эррера начала серьезно читать. Она быстро читала, и книги были простыми, без особого содержания. Она быстро закончила. В конце она подняла голову, как будто ожидая большего. Это все? Книга начиналась сложно и заканчивалась просто. Это было очень интересно, без каких-либо обычных, скучных деталей. Методы зачарования также были инновационными. Даже она была вдохновлена и хотела поэкспериментировать с ними. Было только две книги. Эррера чувствовал, что она сделала только два укуса, и вкусная еда уже закончилась. Это ее совсем не насытило. Да, я написал только две книги. Линк пожал плечами. Нет проблем с поиском магов, сказал Эррера. Я опубликую эту новость. Многие волшебники обязательно придут к тебе. Однако этих двух книг недостаточно для. Они хороши для основ, но они слишком просты. С этими словами Эррера посмотрела на Линка и улыбнулась. Было ясно, что она хочет больше подарков. Линк вздохнул. Я отправлю больше книг, как только закончу писать. Однако только эти две могут быть опубликованы. Остальные будут только для ваших глаз. Так лучше. И почему предисловие пустое? Эррера спросила. Линк усмехнулся. Я надеялся, что вы сможете заполнить его для меня. Эррера улыбнулась. Для меня будет честью. Она сразу взяла свое перо. Линк взял книгу и начал читать. Во время чтения у него дернулись уши. Он посмотрел в окно. За окном группа экипажей входила в Академию Магии Восточной Бухты. Когда они остановились, Линк увидел, как Декан Энтони привел команду магов. Судя по выражению его лица, он был в ярости. Учитель, Декан вернулся. Ситуация выглядит не очень хорошо. Эррера подошла. Видя, как Энтони бросает свою шляпу озимь, она нахмурила брови. Я знаю его более 20 лет. Он никогда так не выходил из себя. Что случилось? Глава 464. Демонабель идиот. Придурок. Мясник. Энтони шел к небесному шипу большими шагами. Поскольку он использовал магический протез, его походка была неустойчивой. Шагая слишком быстро, он споткнулся и быстро использовал руку волшебника, чтобы перестроить свое тело и предотвратить падение на землю. Волшебники позади него молча последовали за Энтони. Большинство их лиц были серьезными, в то время как лица юных магов казались ему неодобрительными, как будто не в согласии с тем, что сказал Энтони. Как только Энтони восстановил равновесие, он продолжил шагать и мгновенно достиг небесного шипа. Войдя в башню магов, он уселся на первом этаже большого зала. Он вздохнул и долго молчал, сидя там, как статуя. Он ненавидел тот факт, что как только королевство наконец могло успокоиться, ему пришлось иметь дело с самодовольным тираном с таким огромным количеством последователей. Не говоря уже о том, что он ничего не мог с этим поделать. Пока Энтони кипел, нежный голос говорил ему, что-то не так, декан. Что не так? Это сумасшедший, Абель. Подожди, ты, Линк, почему ты здесь? Энтони остановился, чувствуя, что что-то не так. Он снова поднял голову, чтобы лучше взглянуть на лицо, которому принадлежал голос и, конечно же, это был один из его бывших учеников, Линк, который стоял рядом с Эррирой. Эти двое были гордостью Академии Магии Восточной Бухты. Эррира уже была волшебником 8го уровня, чья магия теперь соперничала даже с его, в то время как магические способности Линка уже достигли легендарного уровня. Увидев их, Энтони смог немного расслабиться. «Садитесь, не стойте просто так», — сказал он им обоим. Линк и Эррира сели, а затем Линк спросил. «Вы имели в виду герцога Абеля из крепости Арида?» Лицо Энтони напряглось, как только он услышал это имя. Он кивнул. «Я не знаю другого Абеля. Ты знаешь, что он сделал?» Линк и Эррира посмотрели друг на друга, а затем ждали ответа от старика. Глубоко дыша, морщины на лице Энтони еще больше углубились. Его голос был значительно приглушен, когда он заговорил. Абель послал 5 000 воинов, чтобы держать вещи под контролем в северном городе Гаррассоне. Источники вспышки, как вы все, наверное, знаете, к настоящему времени. Наш план состоял в том, чтобы изолировать зараженных, а затем попытаться найти лекарства, используя образцы, взятые у них, но Абель счел их нечистыми и уничтожил всех зараженных на месте. В Гаррассоне находится не менее 30 000 человек, и хотя почти у половины из них проявились симптомы болезни, остальные все еще были в здравом уме, и Абель уничтожил их всех. Он даже поджег город и снес все подчистую. В конце концов, не более 800 человек пережили безумие этого мясника. Когда он закончил говорить, Эррира тихо спросила. «Учитель, значит эпидемия под контролем?» «Да, на данный момент, похоже, нет новых случаев заражения, что, вероятно, было единственной хорошей вещью из этого кошмара. Но моя кровь все еще стынет, просто думая о том, что сделал Абель. Он зависим от бойни, и я не думаю, что я когда-нибудь забуду жажду крови в его глазах. Знаете что?» «Он не только приказал своим людям провести уничтожение инфекции, он тоже сам участвовал в этом акте. Я видел своими глазами, как он разрезал плачущую девочку пополам своим мечом. Также было много других магов, которые участвовали в этом чудовищном акте. В тот момент я думал, что они все превратились в демонов. Энтони было около 70 лет, и Линк, и Эррира гордились тем, что были его учениками. Старик накопил все это разочарование в себе, и как только появилось выходное отверстие, он просто не мог удержаться от того, чтобы высвободить его. Из его рассказа Линк понял нынешнее состояние города Горросон. Город Горросон находился в 100 милях к северу от крепости Арида, и поэтому он, естественно, попадал под юрисдикцию Герцога Абеля. На протяжении всего этого Герцог Абель выполнял только свои обязанности, но его действия были чрезмерными. Хотя Энтони не соглашался с такими радикальными мерами, некоторые из других магов, которые участвовали в бойне вместе с Герцогом, рассматривали все это как необходимое зло для очищения области от болезни. Тот факт, что появились маги, которые не видели ничего плохого в том, что приказал им Герцог Абель, вызвал у Энтони холодок. Выслушав все это, Линк и Эррера не могли не задрожать при мысли о безжалостности Герцога Абеля и восторге, который он, очевидно, испытывал от убийства. Тем не менее, поскольку их обоих не было на месте, они не могли судить Герцога исключительно на основании рассказа Энтони. На данный момент Эррера могла только утешить старика. Это все в прошлом, учитель. Все будет хорошо. Энтони глубоко вздохнул и в отчаянии держал голову, чтобы мой народ, ни разу не проигравший темной армии, попал под нож мясника моего рода. О, позор. Увидев своего учителя потерявшим контроль, Эррера бросила взгляд на Линка, намекая на то, чтобы он что-то придумал. Линк заговорил, когда Энтони внезапно поднял голову и посмотрел прямо на него. Линк Абель с каждой минутой становится все безумнее. Что еще хуже, он делает все это во имя справедливости и под видом истребления демонов. Линк знал, что имел в виду Энтони. Он хотел, чтобы Линк вмешался в это. Увидев взгляд декана, Линк сказал, как насчет такого плана, я немного проедусь по северу и посмотрю, что не так с герцогом Абелем. Хотя Энтони неодобрительно говорил о герцоге, он остановил распространение болезни, и его действия все еще соответствовали армейским правилам. Армия не состояла из докторов. Они просто делали то, что делали лучше всего. Жестоко убили всех на месте, пытаясь пресечь вспышку в зародыше. То, что сделал Абель, было невероятно жестоким, но, с его точки зрения, он может не считать, что его действия выходят за рамки. Тем не менее, Энтони был вторым человеком, который пришел к Линку с жалобами на герцога Абеля, причем Скинорс был первым, и оба были одинаково умными людьми. Этого было достаточно, чтобы оправдать вмешательство Линка. Он, вероятно, должен пойти на север, чтобы проверить все самому. Ты должен войти тихо, не давая ему знать, иначе ты ничего не увидишь там. Герцог Абель, хитрый парень, он будет знать, что происходит. Я стар и не достоин его внимания, поэтому он не скрывал свои злые дела от меня. Однако он сразу же спрячет все под полу, если узнает, что ты идешь туда в гости. Линк кивнул. Я пойду и сам посмотрю на все. Энтони был доволен его ответом. Затем он спросил. Я знаю, что ты занят в последнее время, и ты не поедешь туда безо всякой причины. Может ли Академия чем-то тебе помочь? Линк посмотрел на Эрреру, которая затем дала Энтони книги, которые он принес с собой. Это книги зачаровывания, написанные Линком. Посмотрите. Энтони листал книги около 10 минут, а затем хлопнул рукой по столу. Отличное чтиво. Затем он вздохнул. Жаль, что ты написал только две. Есть еще. Эррера ответила от имени Линка. Линк еще не написал остальное. Хотя Линк планирует создать свою собственную мастерскую зачарования, чтобы конкурировать с высшими эльфами в бизнесе магического оборудования. Чтобы достичь этого, он будет вербовать талантливых чародеев. Еще до того, как Эррера закончила, Энтони хлопнул в ладоши и закричал. Тогда сделаем это. Эти высшие эльфы практически монополизировали весь бизнес магического оборудования. Они годами крали нашу прибыль. Просто иди и выбирай лучших. Но убедись, что с ними хорошо обращаются, или ты ответишь передо мной. Линк улыбнулся. Этого не произойдет. Линк планировал сделать это долгосрочным делом. Обладая непостижимыми секретами ремесла, высшие эльфы были способны производить качественное магическое оборудование, которое покорило сердца каждой из всех других рас. Вместо того, чтобы оторвать большой кусок от бизнеса высших эльфов, Линк планировал просто взять несколько кусочков тут и там. Позже некоторые начали обсуждать некоторые другие детали сотрудничества с Линком. Дискуссия продолжалась несколько часов, и за это время Энтони немного покраснел. Линк и Эррера остались в башне магов на обед. Все трое обменивались интересными историями друг с другом. Приблизительно к 70 годам тело старика значительно иссохло. Большую часть своего времени он провел один без жены или детей. Он был более чем рад, что его посетили два его бывших ученика. В конце ужина Энтони был блаженно пьян. Отправив старика, который теперь начал изрыгать тарабарщину, в его постель, Линк вывел Эрреру из небесного шипа. Небо стало темным, с несколькими уличными фонарями, освещающими путь. Оба волшебника шли рядом, пока не достигли входа в башню Эрреры. «Учитель, я оставлю релай в ваших умелых руках». Эррера улыбнулась ему. «О, не беспокойся о ней, я уверена, она станет великим волшебником. Тогда я не пойду. Дайте ей эту книгу. Убедитесь, что она прочитает ее. Также скажите декану, что я скоро отправлюсь на север. Хорошо, будь осторожен. Я тоже думаю, что у герцога Абель не все дома. Понятно». Затем Линк повернулся, чтобы уйти. Эррера встала у входа в ее башню, чтобы проводить его, пока он наконец не исчез из поля зрения. Затем она тихо вздохнула. Молодой человек, который когда-то с энтузиазмом советовался с ней по магическим проблемам в Академии, теперь стал лордом. Дни его нахождения в ее башне магов давно прошли. Глядя на пустой участок земли перед башней магов, Эррера внезапно вспомнила ночь, когда Линк и Элиард сражались друг с другом. Она помнила каждую деталь этого события, как будто оно произошло только вчера. Она не могла не улыбнуться от воспоминания. Линк покинул Академию и нашел дирижабль в лесу. На максимальной скорости дирижабль понес Линка обратно в Ферди. Было всего несколько минут до семи вечера, когда Линк наконец добрался до Ферди. Опаленный город был полон активности, как всегда. Когда он вошел в большой зал на первом этаже своей башни магов, Линк оказался лицом к лицу со знакомой фигурой, принадлежавшей высшему эльфу по имени Брайант. Линк был немного озадачен его появлением, но он знал, почему Брайант появился. Брайант самодовольно уселся в большом зале в окружении магических учеников Линка, которые слишком боялись приближаться к нему. Селин, старейшина красных драконов Петталонг, Фелина, Вэнс, Джекер и другие яростно смотрели на высшего эльфа. Увидев прибытие Линка, Брайант встал, и на его лице появилась улыбка. Лорд Ферде, вы действительно занятый человек. Несмотря на улыбку на его лице, его глаза указывали на отсутствие доброй воли, и Линк сразу понял, что у высшего эльфа не было добрых намерений. Глава 465. Я дам вам золотую монету в качестве компенсации башня магов. Прибытие Брайанта было неожиданным, но оно имело смысл. Было бы странно, если бы высшие эльфы не отреагировали на то, что Линк украл их остров. После паузы Линк улыбнулся. Сегодня хорошая погода, ночной ветер приносит аромат цветов. Как насчет того, чтобы мы прошлись по улице? Брайант покачал головой. Смертные на улице похожи на муравьев. Это скучно. Как насчет того, чтобы пойти на крышу вашей башни магов? Только мы двое? Конечно, Линк кивнул и дал знак всем, чтобы все перестали беспокоиться. Он протянул руку. После вас. Брайант встал и начал подниматься по винтовой лестнице. Линк последовал за ним. На повороте на первом этаже Брайант встал, увидев Элиарда в углу. Он посмотрел на него и его глаза загорелись. Он покачал головой и вздохнул. Какой талант. Жаль, что он остается с людьми. С этими словами он продолжал подниматься. Пройдя несколько шагов, Элиард неожиданно сказал. Брайант, Линк рассказал мне о тебе, поэтому я знаю тебя. Я знаю таких, как ты. Я презираю тебя, предатель. Брайант сделал паузу. Его сила пульсировала. Линк шагнул вперед и положил руку ему на плечо. Улыбаясь, Линк сказал. Ты так быстро выходишь из себя, Хайм-эм-эм. Брайант успокоился и продолжил идти к вершине башни магов. Двое вскоре достигли верхнего уровня. Они были на высоте около 300 футов над землей. Сверху они могли видеть ослепительные огни тысяч домов в опаленном городе. Они были как море звезд. Ты хорошо поработал. Отстроив этот город за два года, с удовлетворением кивнул Брайант. Линк покачал головой. Ты не имеешь права комментировать мою работу. Я сделаю вид, что не слышал эту фразу, но не допущу этого в будущем. Ты хорошо. Это хорошо, что молодой человек имеет свою точку зрения. Брайант посмотрел на Линка и улыбнулся. Я думал, что ты умрешь в долине драконов, но я не ожидал, что тебе повезет. Мало того, что ты выжил, ты даже начал воровать наши вещи в море. Линк слегка дернул рукой. Вспыхнул свет и появился стул. Он сел, сказав, я не знаю, о чем ты. Честно говоря, я не понимаю, зачем ты сюда пришел. Нам нечего обсуждать, верно? Он повернулся, чтобы посмотреть на темное море на расстоянии. Внезапно он сказал, опаленный город, прекрасное место. Он находится так близко к морю и глубоководному порту. Однако неприятность жизни у моря в том, что в случае шторма или урагана от него ничего не останется. Это была угроза. Линк откинулся на спинку сиденья и подпер подбородок рукой. Ухмыляясь, он сказал, да. Точно так же, как остров рассвета, мы все зависим от моря. Обе их территории имели сходные географические характеристики. Не было никакого смысла угрожать друг другу. Брайант усмехнулся и посмотрел на Линка с презрением. Наша раса управляла островом рассвета на протяжении тысячелетий. Мы пережили бесчисленные штормы. Мы не боимся. Высшие эльфы были горды в своей изоляции. Они давно укрепили остров рассвета. Угроза Линка была не очень реалистичной. Это была правда, и Линк не мог это опровергнуть. Однако он сменил тему и улыбнулся. Все на острове рассвета великолепно, за исключением того, что он слишком изолирован. Он окружен водой и не имеет много шахт. У вас ничего нет и вам нужно снабжение с материка. Если обрушится шторм и все торговые флоты будут сбиты с курса, что бы вы тогда сделали. Он не мог разрушить остров рассвета, но мог остановить корабли. Это был один недостаток морских перевозок. В море было негде скрыться. Если Линк приложил бы все усилия для борьбы с высшими эльфами, он может единолично уничтожить всю их торговую систему. Брайант прикусил свой язык. Он долго смотрел на Линка, прежде чем сказать, ты всего лишь один человек. У нас в армии десятки тысяч высокопоставленных магов. Поскольку они дошли до такого момента, он больше не использовал эвфемизма и говорил прямо. Линк был непоколебим. Он был в курсе ситуации с высшими эльфами. В игре он ходил на остров рассвета и был знаком с общей географией, многими деталями дворцовой архитектуры, необыкновенными волшебниками и многим другим. К настоящему времени Брайант был уверен, что Линк украл геромагнитную железную руду, но Линк никогда не признал бы этого. Что еще более важно, поскольку Брайант лично пришел поговорить, это означало, что высшие эльфы не хотят сражаться с ним пока что. Может быть, они были напуганы или просто не хотели больше портить отношения. Это дало Линку некоторую свободу действий. Брайант, сказал он, ты, вероятно, пришел сюда не для того, чтобы спорить со мной. В противном случае это было бы бесполезно. Брайант, наконец, выдал свои условия. Он указал на то, где Линк спрятал геромагнитное железо, и сказал, моя раса хочет половину. Что если я скажу нет? Линк спросил в ответ. Брайант не удивился этому, но был уверен, что сможет убедить Линк, потому что у него был скрытый козырь. Тогда ни один из нас не получит его. Мои военные корабли уже нацелены на рудник. Если ты не согласишься, мы выпустим луч диссоциации 10го уровня. Вся геромагнитная руда испарится. Линк немного подумал, но все еще покачал головой. Если ты это сделаешь, ты умрешь. Я уничтожу этих воробьев серебряного шторма. С сегодняшнего дня мои воины драконы и я будем блокировать всех торговцев, идущих с острова рассвета на Фируман. Ни один корабль не пройдет. Он сказал все это спокойным тоном, как будто просто констатировал факты. В то же время в его руках появилась черная печать. Когда Брайант увидел это, он вздрогнул, наконец потеряв хладнокровие. Печать герцога дракона, черная, королева красных драконов, как-как. Это старая ведьма. Тебе всего 21 год. Черная печать герцога драконов была особенной. Брайант был очень умен и прочитал много книг. Он был знаком со всеми этими секретами. Прежде чем увидеть эту печать, Брайант был уверен в себе. Но теперь Линк неожиданно получил поддержку драконов. Высшие эльфы не боялись драконов или Ферде. Но когда они были союзниками, они были не по зубам для Острова Рассвета. Линк ничего не говорил. Он молчал, ожидая, пока Брайант разберется в своих мыслях. Через некоторое время Брайант наконец оправился. Он все еще был не готов. Внимательно посмотрев на Линка, он сказал. Ты действительно собираешься превратить мою расу в своих врагов? Подумай об этом. Это будет чрезвычайно трудный путь. 300 лет назад я тоже пробовал, но реальность подсказала, что это невозможно. Линк не ответил. Он встал и отступил, вынув меч ярости короля драконов. Он не использовал силу, но сделал вид, что ударит Брайанта. Это было странно. Меч Линка не содержал никакой силы, и его движения были смехотворно медленными. Он также наносил удары, казалось бы, в неважные области на конечностях Брайанта, а не в критические органы. Но тело Брайанта сильно дрожало от каждого удара. После этих трех ударов лоб Брайанта покрылся потом. Его лицо было белым, как бумага. Линк убрал меч и тонко улыбнулся. Я умею находить у людей Ахиллесову пяту. Если вы мне не верите, мы можем попробовать. Брайант едва мог встать. 30%. Он стиснул зубы и прошипел. Линк покачал головой. 10%. Не меньше. Линк все еще качал головой. Он бросил золотую монету Брайанту. Если ты действительно хочешь извлечь выгоду, можешь забрать эту монету в качестве компенсации. Ничего больше. Брайант не хотел принимать этого. Он даже не протянул руку, но каким-то образом он почувствовал что-то холодное в руке. Это была золотая монета. Линк использовал пространственные заклинания, чтобы перенести монету в его руку. Холод стимулировал ладонь Брайанта, заставляя его щеки гореть. Непередаваемое унижение охватило его сердце. Он вынул свою палочку, его мана автоматически вздымалась. Линк усмехнулся. Он просто смотрел на Брайанта, ожидая, что он что-то сделает. Медленно ряб маны на теле Брайанта успокоилась. Он уставился на Линка. Молодой человек, ты заплатишь за свои амбициозные поступки. С этими словами он повернулся и ушел. Теперь его силуэт паник, а мощная аура исчезла. Все, что осталось, было чувством возраста или торги. Видя его спину, Линк знал, что переговоры окончены. Он скоро будет приветствовать атаки высших эльфов. Я слышал, что у высших эльфов есть секретная сила под названием Черный Шип. Все ассасины очень опытны. Среди них есть дуэт под названием Двойные Тени. У них есть легендарный кинжал и высокоскоростное магическое снаряжение. Вернись и скажи своей королеве, что я хотел бы познакомиться с ними поближе. Брайант вздрогнул. Он был чрезвычайно шокирован. И Черный Шип, и Двойные Тени были секретами Острова Рассвета. Если Линк знал о них, это означало, что он сделал достаточное приготовление. Он не знал, что Линк получил всю эту информацию из игры. Твое желание сбудется. Брайант ускорился. Он покинул башню магов без остановки. Оказавшись снаружи, он превратился в облако света и полетел к морю. Через некоторое время он оказался над гиромагнитным железом. Он увидел свет в шахте. Многие шахтеры копали прямо тогда с непрерывным звоном и цепью. Он импульсивно хотел бросить разъедающий шар вниз и превратить всех проклятых шахтеров в грязь. Но он заставил себя побороть это желание. Пролетая мимо рудника, он ушел на тысячи футов в море. Там был клубок тумана. Войдя в него, он увидел трех воробьев серебряного шторма, стоящих на якоре. Брайант приземлился на палубу военного корабля. Волшебник мгновенно подошел. Это был Мак-9го уровня Ванхелон. Пророк, все прошло? Он спросил. Все кончено. Лицо Брайанта было мрачным. Тогда мы, Ванхелон указал на шахту на расстоянии. Нет, давай уйдем отсюда. Ситуация превосходит мои ожидания. Когда мы вернемся, я лично сообщу подробности ее высочеству. С этими словами Брайант пошел прямо в каюту, оставив растерянного и расстроенного Ванхелона. Через некоторое время флот высших эльфов начал возвращаться. Три корабля тихо покинули море Ферде. На берегу Линк наблюдал, как уплывают воробьи серебряного шторма. Он облегченно вздохнул. Он действительно волновался, что Брайант потеряет самообладание и будет действовать безрассудно. Теперь, когда они ушли, ситуация стала намного лучше. Видя, как воробьи серебряного шторма исчезают, Линк повернулся, чтобы вернуться в башню магов, но через несколько шагов он вдруг что-то почувствовал и посмотрел на Южное море. Он мог чувствовать что-то, что прячется там. Это была странная вещь, которая, казалось, следовала за воробьями серебряного шторма. Почти одновременно в его видении появилось сообщение. Активировать миссию. Погоня содержания миссии. Скрытно следуйте за воробьями серебряного шторма высших эльфов. Миссия вознаграждения. 10 Джогу. Линку тут же стало любопытно. Он немедленно применил заклинание левитации и использовал силовое поле пространственного искажения, чтобы подтолкнуть себя. Он также применил заклинание невидимости и начал следовать за воробьями серебряного шторма за тысячи футов. Глава 466. Подводная засада на флагмане воробья серебряного шторма. Брайант все время сидел в своей каюте с тех пор, как вернулся. С ним было что-то не так, как будто все в его теле было истощено. Он просто неподвижно прислонился к краю кровати в своей каюте. Некоторое время спустя он вынул свою магическую тетрадь, что он обычно делал, чтобы восстановить самообладание. Однако на этот раз он, похоже, это не помогло. Пока он смотрел на свои записи, единственное, что всплыло у него в голове, была сцена на крыше. Он не мог перестать думать о лице молодого мага, его словах, каждом его действии. Через некоторое время он вздохнул. В тот год, когда я только что достиг легендарного уровня, я излучал ту же энергию, что и он, но все закончилось, когда я встретил Фиону. На этой стадии пути назад не было. Теперь ему осталось только пройти этот путь до конца, и Линк должен был бы умереть. Брайант резко закрыл тетрадь, встал и направился к двери, чтобы подышать морским бризом на палубе. В то же время раздался стук в дверь кабины, и снаружи донесся голос. Могу ли я войти, пророк? Это был маг Ванхелон. Он был благородным эльфом с чистой кровью высших эльфов, которая текла по его венам. Хотя он назвал Брайанта пророком, он знал, что Ванхелон никогда не думал о нем как о равном. Конечно, все это было тривиально для него. Войди, Брайант снял рунический замок со своей двери. Ванхелон вошел в каюту и закрыл за собой дверь. Затем он сказал тихим голосом. Пророк, я должен знать, что происходит сейчас. Сегодня вечером они отступили от Ферди без всякой конфронтации. Это было унижение высочайшего порядка как для воробьев Серебряного Шторма, так и для армии волшебников. Экипаж корабля и члены магической армии были очень сильно этим отехчены. Брайант даже не удосужился скрыть от него правду. Линк и раса драконов создали Альянс. Теперь он женат на Королеве Красных Драконов. Этот союз с расой драконов был единственным элементом, который он не мог игнорировать. Брайант не сомневался в том, что сказал Линк. Опаленный город был теперь заполнен огромным количеством воинов Красных Драконов, включая старейшин. Сначала он удивился, увидев это, но потом узнал, что это произошло из-за того, что Линк был провозглашен герцогом расы драконов. Ванхелон был просто ошеломлен ответом Брайанта. Это было нечто, что никто в их самом диком воображении не мог придумать. Плохая шутка, которая вызывала лишь горький смех у любого, кто ее слышал. Маг высших эльфов развел руками. Я не думал, что так получится. Мои извинения, пророк, что заподозрил вас, но это просто возмутительно. Если бы я не видел старейшину Красных Драконов в Ферде, я бы сам в это не поверил. И все же, если Линк не хочет отказываться от Шахтерского острова, нам, возможно, придется сразиться за него. И наши шансов выйти к победителям из этой войны было бы мало. Конечно, вы не хотите отправить черный шип, Линк знает о черном шипе, а также о существовании двойных теней. Я не знаю, откуда у него вся эта информация, но одно я точно знаю, что он сейчас более чем готов к любым попыткам покушения. Вероятность успеха заказного убийства также крайне мала. Ванхелон был в недоумении от слов и долго молчал, прежде чем он, наконец, заговорил с беспокойным тоном. Думаю, мы должны оставить королеве решать, как лучше действовать дальше. На этом этапе было только два варианта. Либо они признали свое поражение, либо подняли оружие и сражались до смерти, и Ванхелон знал, что уступка была лучшим вариантом, который у них был сейчас. За 3.000 лет истории высших эльфов это может быть первый случай, когда воробьи Серебряного Шторма отступили без боя. Подавленный, Ванхелон вернулся к двери и был готов уйти, когда внезапно оглушительный гул сотряс окно кабины снаружи. Через окно Ванхелон мог видеть, что соседний корабль был разорван на две части черным силуэтом, поднявшимся из глубин океана. Ударная волна ударила о борт корабля, на котором были Ванхелон и Брайант, яростно опрокинув весь корабль на другую сторону и отправив обоих высших эльфов в каюту. Во время падения от тела Ванхелона вспыхнул белый свет. Он произнес заклинание телепортации, и с мягким гулом его тело исчезло из кабины. Раздался еще один гул, и высший эльф вновь появился в нескольких сотнях футов над кораблем в воздухе. Тело Брайанта растворилось в тумане. Со свистом он бросился из разбитого окна в воздух. Когда они плыли в воздухе, они видели одну и ту же черную чудовищную фигуру из глубин океана. С оглушительным грохотом крепкий военный корабль был разбит на куски. Посреди всего этого экипаж корабля и маги на борту были либо мертвы, тяжело ранены, либо бежали. Все было в хаосе, и море было окрашено в красный цвет кровью высших эльфов. После уничтожения второго корабля черная тень направилась прямо к третьему кораблю с невообразимой скоростью. «Перестань!» — крикнул Брайант. В то же время он начал произносить заклинания, и странный серебряный лист вырвался из его легендарной волшебной палочки «Фионы» к черной фигуре. Это был козырь Брайанта. Как серебряная вспышка молнии, лист пронзил черную фигуру в море. Но он недооценил реакцию своего врага. Как только он произнес заклинание, черная фигура увернулась от него, погрузившись обратно в океанские глубины. Он пытается сбежать. «Преобразование царства» Перед глазами Брайанта была ослепительная вспышка света, когда серебряный лист стал полупрозрачным. Затем он пронзил океанскую поверхность, преследуя свою добычу, даже не замедляясь, как будто на мгновение морская вода перестала существовать вокруг листа. В тот момент, когда казалось, что лист вот-вот достигнет черной фигуры, внезапно появилась еще одна ударная волна, пронизывающая ухо, с поверхности океана. Последний корабль был мгновенно разрушен другой черной фигурой, пробившей днище судна. Не более чем за пять секунд все три корабля были полностью уничтожены. Не теряя своего восходящего импульса, огромная черная тень поднялась в воздух из океана. В этот момент Брайант мог ясно видеть, с чем они столкнулись. Это был серебряный памфрет, но он был в 10 раз больше обычного серебряного памфрета. Он был 30 футов в длину, и компактные чешуйки по всему телу были темно-красного цвета, излучающего свет волшебных рун. Это волшебный зверь, их двое. Брайант взревел. Парящий в воздухе рядом с ним, Ванхелон направил свою волшебную палочку на зверя и закричал заклинание «Вакуумный клинок». Вакуумный клинок пространственное заклинание 8го уровня описания, создает абсолютный вакуум, удаляя весь воздух в пространстве с помощью маны. Получающийся вакуум невероятно острый и может разрезать любой существующий материал. Примечание. Секретное пространственное заклинание высших эльфов. Тонкая пленка серебряного света пронеслась по воздуху, и через одну десятую секунды она ударила в серебряный памфрет. Бум. Темные чешуйки рыбы монстра излучали слабый красный свет. Почти сразу вакуумный клинок рассеялся в воздухе, оставив тело рыбы практически невредимым. Секунду спустя рыба упала в воду и нырнула в темные океанские глубины. Брайант был свидетелем всего этого. Это божественная сила. Это не обычный волшебный зверь. Это божественный зверь. Только с божественной силой он смог полностью аннулировать пространственную магическую атаку. Именно тогда его серебряный лист догнал волшебного зверя, который все еще быстро погружался в океан. Тело серебряного памфрета также излучало тот же темный правый свет, чтобы защитить себя от атаки Брайанта. Тем не менее, серебряный лист был более чем в 10 раз сильнее, чем вакуумный клинок Ванхиллана, и был способен пробить защиту рыбы. Он ударил тело рыбы, оставив рану глубиной в полфута. Но серебряный лист смог продвинуться лишь так далеко, прежде чем он отступил, чтобы восстановить свой импульс. Рана глубиной в полфута не была пугающей на рыбе такого размера. Легким движением хвоста она снова начала ускоряться до поверхности. На этот раз она начала глотать выживших членов экипажа, плавающих на поверхности океана. Помогите, моя нога, моя нога. О боже, помоги мне. Члены экипажа, плавающие в море, все еще были дезориентированы после ударной волны. В этот момент, за исключением нескольких магов, которым удалось удержаться в воздухе, все остальные члены экипажа все еще плавали в воде, включая командира флота. Посреди океана все они были бессильны перед лицом этих чудовищных рыб, способных в считанные секунды потопить все свои корабли в море. Другая рыба также вернулась на поверхности начала беспорядочную бойню оставшихся эльфов. Морская вода была мгновенно окрашена в красный цвет. Более 30 магов высших эльфов, плавающих в воздухе, начали лихорадочно читать заклинания на серебряных помостах, но их нападение было совершенно неэффективными против них. Из всех высших эльфов флота только Брайанту удалось нанести рыбе урон, но даже с помощью самого сильного заклинания он смог оставить лишь небольшую рану на теле рыбы. Лица магов побледнели. Они в отчаянии бросали свои заклинания в рыбу, но их усилия были тщетны. Они могли только беспомощно наблюдать, как их команду заживо сожрала рыба-монстр. Количество членов команды высших эльфов было резко сокращено в одно мгновение. Пророк, что нам теперь делать? Ванхелон крикнул. Мы можем только бежать. Я чувствую, что это только начало засады. Слишком опасно оставаться здесь сейчас. Сказав это, Брайант начал лететь прямо на континент. Он крикнул другим магам. Все, направляйтесь на континент, поторопитесь. Спешите. Они отплыли не так далеко, что делало континент единственным возможным местом для бегства. Если бы они отправились дальше в океан, они наверняка были бы убиты. Наблюдая за двумя чудовищными рыбами на поверхности океана и их выжившими соратниками, которые все еще кричали о помощи снизу, другие маги несколько секунд колебались, затем кусали губы и отказывались от всех попыток их спасти. Отводя взгляд от барахтавшихся членов экипажа, один за другим они летели за Брайантом и бежали на континент. Когда они пролетели пару сотен футов, с поверхности океана донесся голос. «Почему вы все уходите, волшебники? Вы же только пришли!» Голос эхом отдавался со всех сторон. Не было никакого способа определить, с какого направления он шел. Как будто весь океан под ними говорил с ними. Это была ужасная мысль. Даже Брайант на мгновение был ошеломлен, а потом взревел. «Линк, я знаю, что это ты. Если ты хочешь убить меня, просто сделай это открыто. Избавь меня от этой трусливой засады. Ха-ха-ха, Брайант, ты действительно забавный. В награду за твою глупость, я убью тебя последним». Ванхелон выпучил глаза и оглянулся, отчаянно ища врага, но его приветствовала лишь тьма. Он снова зарычал. «Кто ты? Ты не Линк? Кто я? Не имеет значения. Сейчас важно то, что все вы должны умереть прямо здесь, прямо сейчас». Внезапно луч темно-красного света вырвался из океана. Не в силах отреагировать достаточно быстро, один из магов был пронзен лучом света. Посмотрев вниз, он увидел, что в его груди была зияющая дыра размером с кулак, прежде чем он упал широко раскрытыми глазами с неба. Брайант сразу же потерял всякую волю к битве. Увидев это, это божественная магия. «Мы не можем бороться с ним, бегите». Строго говоря, вся божественная магия была выше 19го уровня, но ее сила была значительно ослаблена из-за того, что она была снабжена только силой из Царства Смертных. Тем не менее, божественная магия была способна преодолеть любые другие заклинания в Царстве Смертных, включая легендарные заклинания. Враг сумел скрыться. Даже сейчас Брайант все еще не мог выяснить, где спрятался его противник, и, в довершение всего, он также был способен использовать божественную магию. Этот бой никто из них не мог выиграть. Побег был единственным вариантом. Глава 467. «Почему ты спас меня?» На море как только Брайант закончил говорить, раздалось три хлопка. Три темно-красных луча вырвались из моря, обрушиваясь на него со всех сторон. Каждый луч был очень крепким и широким, как рука человека. На первый взгляд они выглядели как три темно-красных кристаллических шипа. Они не только напали на Брайанта, но и перекрыли все пути его побега. В этот момент Брайант ощутил на себе дикую и разрушительную энергию. Казалось, что он был поражен молнией и был обездвижен. Он даже не мог нормально соображать. Все, что осталось в его видении, было безграничным красным светом. У него была только одна мысль. Бог разрушения действительно существует. Только Бог мог иметь такую энергию. Столкнувшись с такой атакой, любое промедление было бы фатальным. Брайант собирался ударить, но затем туманная рябь внезапно разразилась на 30 футов перед ним. Три луча погрузились в рябь почти одновременно и замедлились. Именно тогда Брайант наконец отреагировал. Его тело превратилось в дымку, и он бежал с пути красных лучей. Позади него раздался звук, как будто разбиваются кристаллы. Он оглянулся и увидел, что пространственная магия обрушилась на то место. Три луча пробили то место, где только что были. Так близко. Брайант не мог не почувствовать запоздалый шок. Он действительно разминулся со смертью. Сразу после этого он посмотрел в другом направлении. Там в небе витал черноволосый юноша в темно-синем халате. Он еще не убрал свой волшебный меч. Белое свечение вокруг него тоже не угасло. Это был Линк. Он прибыл и спас Брайанта. Почему он это сделал? Разве он не знает, что я всегда хотел его убить? Брайант был совершенно сбит с толку. Немедли, кричал Линк. Это слуга бога разрушения. Мы должны сразиться вместе. Пока он говорил, он взглянул на интерфейс системы и решил принять миссию. Подкрепление содержания миссии. Помогите высшим эльфам победить слуг бога разрушения. Защитите воробьев серебряного шторма от повреждений. Миссия вознаграждения. 20 джогу дополнительная награда. Игрок получит 5 джогу за каждого спасенного воробья. Линк был слишком ленив, чтобы делать что-то столь невыгодное и сложное, как защита воробьев. На самом деле он уже прибыл, когда слуга бога разрушения напал на первого воробья, но он просто наблюдал. Он отказался от дополнительных 15 джогу. Когда все три воробья серебряного шторма затонули, и слуги приготовились атаковать выживших высших эльфов, Линк сделал вид, что только что прибыл и спас Брайанта. Линк не был хорошим парнем, и высшие эльфы тоже не были. Брайан думал, что Линк убил его внучку и, вероятно, хотел отомстить. Но теперь появились слуги бога разрушения. Линк догадался, что они хотят уничтожить флот, чтобы усилить конфликты между Ферди и Островом Рассвета. Линк мог использовать эту возможность, чтобы высшие эльфы поняли, насколько могуществен бог разрушения, чтобы они знали, что в тени скрывается ужасный враг. Таким образом, они не будут продолжать беспокоить Линка. Что касается того, понесут ли высшие эльфы большие потери или нет, Линк не переживал об этом. Насколько он знал, у них было более 40 воробьев серебряного шторма. Потеря трех сделает этот урок незабываемым. Эти мысли были в голове Линка. Никто не знал, о чем он думал. Судя по его действиям, он пришел на помощь в самый критический момент. С другой стороны, Брайант, похоже, очнулся от транса после слов Линка. Столкнувшись с этим большим врагом, у него не было других мыслей. Он мог только выбрать союз с человеком. Я не знаю, где он прячется. Он крикнул. Самым неловким было то, что он не боялся бы этих врагов, если бы они были лицом к лицу, но они прятались в море. Их техника сокрытия была продвинутой. Пока он говорил, Линк сдвинул свое силовое поле, чтобы приблизиться к нему. Он вынул свой волшебный меч и указал на поверхность моря. Я спасу людей. Прикрой меня. Пространственное искажение. Симметричное поле силы тяжести. Огромное силовое поле распространилось на тысячи футов воды. Произошло что-то странное. Под силовым полем морская вода стала вогнутой, опускаясь на десятки футов. Это было похоже на бассейн посреди моря. Оставшиеся в живых высшие эльфы чувствовали, что сила притяжения развернулась вверх. Они изо всех сил пытались убежать от страшной серебряной рыбы, но теперь они всплыли в воздух. С начала атаки и до сих пор оставалось только около 80 высших эльфов. Враг был явно очень опытным. Когда они плавали в воздухе, рыба в море пыталась броситься в атаку. Однако силовое поле воздействовало на них, умножая их вес. Две рыбы вырвались из моря, но были вынуждены отступить, прежде чем они смогли достичь 30 футов над уровнем моря. Они не могли догнать плавающих эльфов. Эта сцена была просто поразительной. Все маги высших эльфов, включая волшебника Ванхиллана, были ошеломлены. Они не могли поверить, что легендарный маг мог обладать такой умопомрачительной силой. Забери их, взревел Линк. Как только он заговорил, в море раздались небольшие хлопки. Темно-красные лучи пронеслись к нему. Они пытались подавить волю Линка. Однако он отличался от Брайента. Легендарная сила дракона бежала по его венам. У него также было сердце дракона. Его душа была защищена слоями силы дракона и не была затронута. Это было естественное преимущество дракона. В противном случае они не пережили бы хаос пустоты, когда вошли в море пустоты. Линк не двигался, но он был многозадачен. Три шара с черными вихрями появились перед ним. Это были шары отчаяния. Тем не менее, три разрушительных луча не попали в шары отчаяния, потому что они были остановлены на полпути. Перед Линком взорвался водянистый щит шириной более 15 футов. Водянистая поверхность кристаллизовалась, превращаясь в гладкое зеркало. В следующий момент лучи попали в зеркало. Пуф, пуф, пуф. Щит растаял, но лучи отразились обратно в море. Брайант тоже действовал. В то же время другие маги, во главе с Ванхелоном, тоже отреагировали. Они начали помогать выжившим, которых Линк поднял в воздух. Там было более 30 магов, и все они были выше 7 уровня. Ванхелон был на уровне 9. Помощь выжившим была легкой задачей. Они быстро схватили их всех и начали отступать. Линк деактивировал крупномасштабное силовое поле. Во время этого процесса его взгляд оставался на море. У него было видение истины. Это было его самое большое преимущество. Враг не мог спрятаться, когда у него было это видение. Море не существовало в его глазах. Он подтвердил местоположение врагов во время последней атаки. Под видением истины он увидел три световых пятна, скрывающихся в воде. Они выглядели как агата ноги. Я вижу их, позвал он Брайанта. Они глубиной 300 футов. Я укажу на них и вы нападаете. Брайант покачал палочкой. Серебряный лист вылетел и уплыл рядом с ним, ожидая, пока Линк укажет на цели. Линк сфокусировал взгляд и направил меч ярости короля драконов в воздух. Отчаяние. Пуф. Шар отчаяния появился перед Брайантом. Он видел это заклинание раньше. После минутного колебания он выстрелил в мяч. В то же время рядом с ногой открылся еще один шар отчаяния. Серебряный лист вырвался и ударил по ноге. У ноги был крепкий божественный щит. Когда серебряный лист столкнулся с ним, раздалась яркая вспышка. Через одну десятую секунду лист потускнел и вернулся к Брайанту. Щит ноги тоже истончился. Нужен был только еще один удар. Отчаяние. Еще один шар отчаяния появился перед Линком. Он вонзил свой меч внутрь. Пуф. Он легко прорвался сквозь тонкий щит и вонзился в голову ноги. Один готов, осталось два. Еще раз. Линк бросил еще один шар отчаяния Брайанту. На этот раз Брайант не колебался. Он выстрелил своим серебряным листом. Его интенсивность была как минимум на 10% выше, чем раньше. Бум. Лист снова столкнулся с божественным щитом. Волны ударили, и щит был разрушен. Нога также была поражена листом. Она не умерла, но была ошеломлена. Линк снова ударил ножом и легко позаботился о ней. Двое из трех были убиты почти мгновенно. Третья почувствовала что-то неладное и уплыл на глубину. В то же время две большие серебряные рыбы плыли к ней, чтобы защитить ее. Еще одна. Она собирается сбежать. Я вытесню ее, а ты будь готов. Линк прокричал. Пуф. Шар отчаяния появился. Он был шириной более 30 футов и израсходовал более 2000 очков силы дракона. Когда нога и две рыбы сгруппировались, он бросил разрушителя пустоты в шар отчаяния. Бум. Брайант увидел огромную вспышку под водой. Все море стало кристально красным. После этого море начало набухать от силы огненного шара и стало раздутым. В видении правды Линка он увидел, что те трое теряли сознание. Две рыбы и нога начали всплывать. Божественные щиты тоже больше не работали. Сейчас. Линк кричал. На этот раз Брайант увидел врагов. Они были полусознательными. Это было лучшее время для атаки. Его серебряный лист пронзил морскую поверхность. Он выстрелил через ногу и затем в одну серебряную рыбу. Он уткнулся в один из глаз рыбы, а затем в другой, затем пошел ко второй. Вжух. Лист вернулся, возвращаясь к палочке Брайанта. Слуги бога разрушения были убиты. Море вернулось к тишине. Линк посмотрел на Брайанта и тонко улыбнулся. Чувствуете ли вы теперь силу бога разрушения? Он следил за нами из темноты, пытаясь заставить нас сразиться между собой. В тот день на маяке ваша внучка использовала подобную силу, чтобы убить меня. После того, как она потерпела неудачу, он избавился от нее. Брайант молча посмотрел на разруху вокруг. Через некоторое время он спросил. Почему ты спас меня? Он мог понять, что Линк мог легко убить их всех. Другие высшие эльфы были еще живы и могли засвидетельствовать его невиновность. Ему совсем не нужно было спасать Брайанта. Если бы Брайант оказался в такой ситуации, он бы без колебаний убил бы Линка, а затем вышел бы, чтобы спасти остальных. Линк улыбнулся. Я хочу посмотреть, действительно ли некто, бывший героем людей 300 лет назад, потерял свою совесть. При этом вспыхнул белый свет, и через полсекунды Линк исчез. Остался только Брайант, молча зависший над морем. Через некоторое время Ванхелон бросился к нему. Пророк, мы в безопасности? Он спросил. Да. Слуги все мертвы. Это трупы. Брайант указал на ногов, плавающих на поверхности. Возьми их обратно, чтобы мы могли их изучить. Наш корабль исчез. Куда мы идем? Спросил Ванхелон. Возвращайся к Ферде. Мы попросим у лорда корабль. Он пойдет на переговоры? Брайант слегка нахмурился. Слова высшего эльфа внезапно почувствовали резкий звук в его ушах. В нынешней ситуации лорд Ферде больше не был их врагом. У них был общий враг, бог разрушения. Поскольку Линк спас их, зачем ему идти на хитрость за что-то такое маленькое, как корабль? Он только что спас их. Они должны были отплатить ему так или иначе. И что? Он ответил. У тебя есть другие идеи? Ясно. Ванхелон обернулся. Он сгруппировал выживших и полетел к материку. Брайант молчал по пути. Никто не знал, о чем он думал. Глава 468. Тень разрушения. Когда Линк вернулся в Ферде, он немедленно отправился в Гавань и нашел там командира флота Грейсона. Позже придет пара высших эльфов. Я хочу, чтобы вы все подготовили трехмачтовое торговое судно к отъезду и заполнили его достаточным количеством воды, еды и лекарств. Дайте им корабль, когда они прибудут, и просто примите все, что они могут предложить взамен, сказал Линк. Домой лорд Грейсон счел его приказ немного странным, но, поскольку он исходил лично от лорда Ферде, он не слишком много думал об этом и сделал, как ему сказали. Затем Линк покинул Гавань. Через полчаса солдат сообщил ему, что группа высших эльфов прибыла в Гавань. Вернувшись в Гавань, Грейсон увидел, что там было по крайней мере сто высших эльфов, каждый из которых был одет в одинаковое темно-зеленое боевое одеяние. Большинство из них выглядели совершенно измотанными, некоторые из них имели тяжелые раны на теле, один из них даже сломал руку. Седовласый верховный эльф вышел из группы и сказал Грейсону, вы должны быть здесь командующим военно-морским флотом. Нам нужен корабль, чтобы отправиться обратно на остров Рассвета. Конечно, вы будете щедро вознаграждены за ваши услуги. Сказав это, высший эльф вынул изящно изготовленный волшебный меч, который излучал ряд магической силы. Грейсону сразу понравилось то, что он увидел. Он уже подготовил торговое судно для высших эльфов по приказу своего лорда и без каких-либо оговорок принял меч с улыбкой. Вы прибыли как раз вовремя. У меня уже есть корабль, готовый для вас и ваших людей. Затем он позвал одного из моряков. Джидденс, отвези их на свой корабль. Брайант был тем высшим эльфом, который подошел к командиру. Услышав это, он был ошеломлен, не ожидая, что все пойдет так гладко, и боялся, что снова попадет в ловушку. Грейсон добавил, глядя на недоверчивое выражение лица высшего эльфа. Это был приказ от нашего лорда, так что не стойте здесь, давайте двигаться дальше. О, ясно, тихо сказал Брайант, заметно облегченный этим. После того, как суматоха вокруг корабля утихла, высшие эльфы наконец-то обосновались на борту корабля. Поскольку направление ветра было неправильным, некоторые из магов высших эльфов установили на корабле простую руну ветра, и торговое судно медленно начало отходить от гавани. Вскоре они оставили гавань далеко позади них. Брайант стоял на палубе, молча наблюдая за мерцающими огнями гавани на расстоянии. Рядом с ним раздался звук шагов по деревянной палубе. Это был Ванхелон. Он сообщил, пророк, на корабле есть лекарства, и наши воины исцеляются без особых проблем. Ладно, Брайант испытывал смешанные чувства по этому поводу. Он не ожидал такой основательности от Линка. Ванхелон также был явно обеспокоен этим. Они пришли со своими военными кораблями, и теперь Линк не только спас их, но и отправил их на своем корабле обратно на остров Рассвета. Это было унизительно, если не сказать больше. Через некоторое время Ванхелон произнес, Пророк — это действительно бог разрушения? Да. Я чувствовал его присутствие. Он еще более страшный темный бог, чем королева пауков. Хроники гласили, что его появление всегда приводило к великим бедствиям для всего Феррумана. На этот раз, возможно, не исключение. Ванхелон глубоко вздохнул, прежде чем сказать, Это также шанс для лорда Ферди воссиять, вы знаете. Бог разрушения был общим врагом всего сущего на континенте, и даже высшие эльфы были бессильны оказать какое-либо сопротивление ему. Однако был шанс, что бог разрушения может быть побежден самим лордом Ферди, и в этот момент никто не сможет остановить его продвижение вперед. Брэнту стало еще хуже, когда он вспомнил слова Линка перед тем, как тот оставил их в океане. Он не мог не вздохнуть. Герой людей — да. Это было так давно. Я почти забыл об этом. Я заслужил шанс искупить себя, Брэнт подумал. Он не знал ответа на этот вопрос. А паленный город в этот момент Линк тоже почувствовал беспокойство не из-за высших эльфов, а из-за появления бога разрушения. Вместо того, чтобы волшебным образом доставить себя обратно в свою башню магов, как обычно, он похитил конную повозку и сел на нее. Линк приказал водителю ехать медленно, и он сидел в экипаже в тишине, размышляя о том, как лучше всего справиться с натиском бога разрушения. Снаружи кареты можно было услышать ритмичный стук копыт лошади, а также звук колес по почве. Городские огни мерцали, как звезды, через окно на протяжении всего пути от гавани до опаленного города. То, что произошло сегодня вечером, по крайней мере, ослабило напряженность между ним и высшими эльфами, что, вероятно, было единственной хорошей вещью, которая из этого вышла. Но теперь, бог разрушения, который все это время скрывался в темных уголках мира, поднялся на поверхность, чтобы обнажить свои злобные клыки и острые когти. Его темные силы впервые появились в городе Лориэль, а затем под маяком гавани Ферди. И сегодня вечером флот высших эльфов был уничтожен ими в водах Ферди. Однако на этот раз Линк смог понять их план благодаря своему видению истины. Если бы Линк не попал туда вовремя, высшие эльфы наверняка были бы убиты ими в море, и наверняка была бы война между Ферди и островом Рассвета. Если такая война будет допущена, обе стороны понесли бы серьезный ущерб, а бог разрушения продолжил бы расти во тьме. Он мог наброситься на мир в любой момент, и некому было бы его остановить. Это был враг, более хитрый и жестокий, чем любой темный эльф или демон. Злодеяние, совершенное темными созданиями бога разрушения сегодня вечером, было ужасающим, и я боюсь, что худшие еще впереди. Где они сейчас, и каков их следующий ход, подумал Линк. Линк понял, что он почти ничего не знал о боге разрушения. Это был враг, о котором он ничего не знал. Он стал еще более взволнованным, размышляя, пока, наконец, он не попросил кучера остановиться. Сэр, что-то случилось. Кучер не узнал Линка, но почувствовал, что он важный человек. Линк открыл дверь кареты и вышел. Затем он бросил золотую монету водителю. Просто остановись здесь. Уже поздно, тебе тоже пора домой. Большое спасибо, сэр. Вы действительно хороший человек. Водитель был в восторге от такой экстравагантной платы. Линк шел прямо к усадьбе недалеко от того места, где он стоял, но он не вошел в усадьбу. Вместо этого он обошел его, пока не достиг пустой поляны. Затем он нашел большой камень и сел на него. Он вынул рунический камень, подаренный ему магом-путешественником Айсинисом, и наделил его магической силой. От него начал светиться тусклый белый свет, и Линк положил камень руны на камень. Затем он терпеливо ждал. Примерно через три минуты Линк почувствовал слабую рябь в пространстве. Прошли секунды, и, наконец, появился маленький мужчина из Еббы. Это был маг-путешественник Айсинис. Он увидел Линка, и его лицо расплылось в улыбке. Ах, волшебник, сколько лет, сколько зим. Ты, конечно, стал намного сильнее, чем раньше. Линк перешел прямо к делу. Вы однажды сказали, что вы здесь просто для удовольствия, поэтому вы должны знать о вторжении бога разрушения, не так ли? Ну, конечно, сказал Айсинис, все еще радостно улыбаясь ему. Мне нужна информация об этом. Назовите свою цену. Не то чтобы я возражал. Айсинис вручил Линку свиток. Я честный бизнесмен. Вот моя цена. Линк взял свиток и открыл его. Сначала ничего не было, но потом на бумаге начали складываться слова. Через полсекунды он, наконец, увидел, что на нем написано. Подробный план вторжения бога разрушения. Последняя редакция, по цене 80 джогу. Это было немного дорого. На данный момент у Линка было всего 103 джогу на руках. Потратить более половины своего запаса одним махом было неприятно. Он открыл рот, готовясь поторговаться с магом. Айсинис помахал ему пальцем, зная, что он собирался сказать. Моя цена уже написана. Никаких скидок. Этот план постоянно обновляется? Линк спросил. Ты хорошо обдумал это, а тебе придется платить больше за постоянно обновляемый план. Сказав это, Линк увидел, что на свитке появилась новая цена, заявив, что каждое новое обновление будет стоить ему 80 джогу. Это было слишком дорого. Хорошо, я куплю это. Просто убедитесь, что вы даете мне последнюю информацию. Маленький Ебба подпрыгнул и закричал. Но, конечно, мошенничество это низость для такого респектабельного бизнесмена, как я. Тогда я покупаю. Линк передал Айсинису сумку, полную джогу. Водянистые глаза Айсиниса вспыхнули при виде мешочка. Он с нетерпением вынул кусок джогу и укусил его. Смеясь вслух, он сказал. Ах, настоящий джогу. Это просто замечательно. Я не могу поверить, что мне удалось заработать столько за одну ночь. Малыш, у тебя впереди светлое будущее, если ты имел возможность получить столько джогу за такое короткое время. Теперь я официально провозглашаю тебя моим самым уважаемым клиентом. Вот, держи этот свиток. Если у тебя будут проблемы, просто вызови меня и, конечно, если ты запасся достаточным количеством джогу. Твоя кредитная оценка на данный момент одна звезда, и поэтому тебе разрешено кредитовать до 10 джогу. Если ты сможешь получить до 5 звезд, я даже подарю тебе лучший способ справиться с пространственными трещинами. Ты можешь заплатить мне позже, конечно. Это звучало как неплохая сделка. Линк кивнул и помахал ему свитком. Будет ли все это показано в плане? Конечно, посмотри на свиток еще раз. Он уже выписал весь план. Линк снова просмотрел свиток и, конечно же, теперь бумага была забита словами и диаграммами, подробно описывающими планы вторжения бога разрушения. Неплохо, сказав это, Линк почувствовал прилив воздуха, который заполнил внезапную пустоту рядом с ним. Айсинис уже исчез. Ничуть не обеспокоенный этим, он сел на камень и начал внимательно просматривать свиток. Линк был загипнотизирован тем, что он прочитал из свитка. Когда он закончил, он глубоко вздохнул. Неудивительно, что герцог Абель так сильно изменился. Он встал и собирался уходить на север, когда внезапно остановился. В свитке сказано, что герцог впитал силу каждого живого существа, которого он убил. На данный момент он уже убил 3980 человек и теперь является легендарным воином. Он также защищен Агата ногами. Я боюсь, что я ему не чита, если я столкнусь с ним один. И, поскольку бог разрушения все еще зациклен на моей территории, Абель может быть немедленно предупрежден моим отсутствием. Мне нужно вычислить предателей среди нас. Линк встал и направился прямо к своей башне мага. Согласно свитку, в Ферде был культовый оплот, поклоняющийся богу разрушения, называемый алтарь Гриссин. У него было более ста основных членов, а его периферийные члены исчислялись тысячами. Придется уничтожить этот алтарь, и скоро. Глава 469. Время отплатить старому другу волшебника Кенсер все же был хорошим парнем. Он работал за деньги и предоставил очень подробную информацию. Он даже отметил основные силы врага. Это помогло Линку составить конкретные планы. Алтарь Гриссин главным образом использовался, чтобы шпионить за Ферде. Основным работником был простой убийца 6го уровня. Они были не очень сильны. Целью Линка было просто оборвать контакты бога разрушения, а не убить их всех. Ему было все равно, сбежали ли они. Он просто не хотел, чтобы они шастали по его территории. Вернувшись в башню магов, он написал Джекеру приказ создать команду, ответственную за уничтожение врага. Тем временем он готовился идти на север. Согласно свитку, герцог Абель был теперь на вершине 19го уровня. Его сила также имела атрибуты бога разрушения. Он был могущественным и каждый день находил много оправданий, чтобы убивать людей и поглощать их энергию. Он убивал бы по меньшей мере 50 человек в день. Он становился сильнее с каждым днем. Линк должен был идти на север. Кроме его быстро растущей силы, было кое-что еще. Из-за его великой силы и высокого класса у него было много последователей. Он постепенно становился кандидатом на пост нового короля Нортона. После того, как король Леон потерял город горячих источников, он стал безнадежным. Это означало, что даже если Линк сможет успешно убить Абеля, это приведет к хаосу в крепости Арида. Что касается того, что он должен делать, Линк должен был хорошо все спланировать. В настоящее время его форме дракона потребовалось еще 5 месяцев, чтобы полностью восстановиться. Таким образом, ему пришлось исследовать заклинания для путешествий. У Линка уже была идея для этого. Он планировал использовать толчок силового поля, чтобы набрать высокую скорость. Теория была проста, но было много деталей, чтобы принять к сведению. Например, как быть проворным, не оставлять следов, поднять максимальную скорость и многое другое. Все это требовало детальной оптимизации. Время было ограничено, и он сам будет слишком медленным. Он пошел искать Алла и начал обсуждать с ней новые заклинания. Оба были одержимы магией. Как только они начали исследование, они забыли обо всем остальном. Время прошло без следа. Это было не так плохо для Алла, потому что она не была слишком занята и имела время заниматься другими делами. Линк, тем не менее, был лордом. Помимо исследования заклинаний, он должен был написать книги заклинаний и найти время, чтобы советовать Селин и проверять важные документы, среди прочего. У него даже не было времени есть или спать. Селин тоже была занята. Она влюбилась в магию зачарований. Она всегда видела, насколько занят Линк, и хотела, чтобы она стала достаточно могущественной, чтобы помочь ему. Прямо сейчас она одновременно практиковала стрельбу, чары и боевые искусства. Она была так занята, что сходила с ума. С другой стороны, Джекер, командующий армией Ферди, создавал команду для зачистки алтаря. Эта новость не была секретом для высшего руководства Ферди. На следующее утро Ильярд нашел Джекера. Джекер уже определился с большинством людей. Увидев Ильярда, он был обеспокоен. Миссия опасна. Ты не должен идти. Ильярд был хорошим другом Линка, и теперь он был волшебником 8го уровня. Все знали, что у него есть потенциал стать кем-то великим. Он мог даже стать следующим легендарным магом Ферди. Как Джекер может рискнуть потерять кого-то такого ценного? Ильярд сухо усмехнулся. Джекер, я не только ученый. Ты видел мои навыки, когда мы вместе очищали Ферди? Джекер пожал плечами. Теперь все по-другому. Наши враги намного сильнее, чем эта мелочь. Мой друг серьезно ответил Ильярд. Вот почему мне нужно больше сражаться. Мои заклинания не могут быть просто фейерверком. Линк, всего один человек. Он всегда так занят и потерял все свое счастье в жизни. Как я могу этого не делать? Помочь с чем-то таким маленьким? Джекер был потрясен. Он быстро кивнул. Хорошо, мы уходим во второй половине дня. Иди готовься. Так-то лучше. Ильярд усмехнулся и вернулся к башне магов, чтобы подготовиться. Под влиянием Линка Ильярд также был одержим чарами. В свободное время он создал магическое снаряжение, в том числе палочку, кольцо взрыва и защитные браслеты. Он был практически покрыт магическим оборудованием высокого уровня с головы до пят. Ильярд также работал над волшебным огнестрельным оружием. В основном оно уже было готово. Он был вдохновлен Селин. У нее была пара маленьких пушек, которые были очень красивыми и мощными, отлично подходящими для самообороны. Конечно, Ильярд был горд. Он знал, что Линк сделал оружие для Селин. Очевидно, он не стал бы просить Линка о помощи. Он сделал бы их сам. Тем не менее, он по-прежнему одалживал оружие Селин перед тем, как работать, и долго изучал его. Это не копирование, это поиск вдохновения. Маги не занимались плагиатом. Ильярд был волшебником, и магия была его основной специальностью. Ему нужен был только один пистолет, а не пара. Вернувшись в свою маленькую комнату зачарований, Ильярд схватил свое незаконченное оружие. Через час он завершил окончательную стабилизацию руны. Эта руна помогла с силой реакции пули, так что Ильярд мог держать пистолет более устойчиво. Это было его собственное творение. У пистолета Селин его не было. Закончив, Ильярд посмотрел на 8-дюймовый пистолет. Он имел темно-синий блеск и был покрыт серебряными рунами. Он улыбнулся. Этот пистолет был практически идентичен пистолету Селин, но материал был не такого высокого качества. Он был не так силен. Он мог создавать только атаки 7го уровня, но этого было достаточно. Держа пистолет, Ильярд подумал о том, как Селин часто вертела свой пистолет в руках. Он подумал, что это круто, и попробовал тоже. Он повернул пистолет один раз, и тот отлетел, упав на землю. Это ранило сердце Ильярда. Он быстро схватил его и внимательно осмотрел. Он не дышал, пока не убедился, что все в порядке. Мои руки недостаточно проворны. Я не гожусь для этих выкрутасов. Затем он достал бутылку масла черного питона. Он разобрал движущиеся части пистолета и начал смазывать их. Он научился этому трюку от Ланни. Это помогло повысить надежность и долговечность. Во время смазывания он услышал стук в дверь. Войдите. Человек не говорил. Находя это странным, Ильярд оглянулся и увидел Линка, уставившегося на пистолет. Видя, что Ильярд заметил его, Линк похвалил. Отличный пистолет. Он красивый. Спасибо. Ильярд был действительно доволен оружием. Линк схватил стул и уселся. Посмеиваясь, он спросил. Джекер сказал, что ты собираешься на миссию. Ильярд приложил руку к колбу и вздохнул. О, этот парень такой болтун. Вы остановите меня? Конечно нет. Линк тяжело вздохнул. Видя, как выражение лица Ильярда изменилось, он был в хорошем настроении. Магия это не просто фейерверк. Тебе нужен настоящий бой, чтобы совершить прорыв. Я не остановлю тебя. Однако это алтарь бога разрушения. Этот парень любит давать своим верующим чрезвычайно мощные разрушительные заклинания. Ты должен быть осторожен. Вот, возьми это. Линк протянул Ильярду полупрозрачный рунный камень. Я называю это камнем дракона. Он содержит высокоэффективную лечебную магию. Можешь использовать его три раза, а затем он будет перезаряжаться автоматически. Используй его раз в три дня. Если только ты не повредишь свой мозг, ты можешь выжить с этим, даже если твое тело разорвано в клочья. Ильярд схватил спасательный артефакт и усмехнулся. С этим я могу сражаться без страха. Да, иди без страха. Магия требует концентрации. Линк в ободрении похлопал Ильярда по плечу, а затем ушел. У него было только пять минут на эту поездку и он не мог оставаться слишком долго. Наблюдая за уходом Линк, Ильярд осторожно убрал камень дракона. Он снова начал смазывать пистолет. Ильярд, продолжай драться. Поощрял он себя. При поддержке Линка у него были практически идеальные условия для изучения магии. Любой маг, который знал это, обзавидовался бы. Теперь он был могущественным магом 8го уровня. Пришло время отплатить своему старому другу. Во второй половине дня подготовленный Ильярд ушел с командой. Было также два стрелка и бба, более 100 человек стрелков и более 500 элитных воинов-людей. Этой силы хватило для крошечного алтаря. Как только команда отправилась в путь, герцог Абель, который читал документы в крепости Арида, приветствовал неожиданного гостя. Глава 470. Северный герцог крепости Арида. Герцог Абель в ярости разорвал лист бумаги на кусочки. Все это жалкие оправдания. Похоже, я был слишком мягок со всеми вами. Документ представлял собой отчета явки на военный призыв, который он санкционировал в небольшом городке на севере. Он ожидал 3 000 новобранцев с этого места, но только 2 000 воинов были отправлены обратно в крепость, что было только двумя третями от того, что он требовал. Герцог Абель совсем не был удовлетворен этим. В этот момент Абель почувствовал, как в нем нарастает жажда крови. Нос невольно дернулся, а рука рефлексивно двинулась к рукоятке меча. В нем росла жажда. Он жаждал запах свежей крови. Он хотел увидеть брызги кровавого тумана из тела, когда его поразил бы его меч. Больше всего он хотел услышать звук, который издает его меч, когда он пронзает плоть другого человека, а также мучительный крик его жертв. Он в восторге от убийства маленьких детей, особенно маленьких девочек. Их мягкие тела были как кусочки тофу. Один ровный удар меча, все, что нужно, чтобы пробиться сквозь их плоть, что практически не оказывало сопротивления лезвию. Нет, он не должен думать об этом. Если бы он позволил себе поддаться искушению, он боялся, что он может снова возобновить свое смертоносное буйство за стенами крепости. Его рука крепко сжала рукоять меча, затем отпустила его. В результате этого его ладонь стала скользкой от пота. Примерно через 10 минут герцогу Абелю наконец удалось подавить желание убивать. Он отпустил рукоять меча и начал читать другой документ. В этот момент что-то мелькнуло в углу стены. Он немедленно положил руку на меч и, подняв голову, увидел темную фигуру, стоящую в темном углу стены. Кто ты? Потребовал Абель. Кто я? Не важно, что важно, так это то, что вы сейчас находитесь в опасном положении, мой дорогой маршал, сказала темная тень. Абель громко рассмеялся. Ха, я уже достиг легендарной силы, было бы несложно сказать, что я самый сильный воин в крепости. Кроме того, у меня в крепости более 50 000 воинов. Кто осмелится атаковать меня? Тень назвала имя. Лорд Ферди, герцог Марани. При упоминании этого имени лицо Абеля застыло. В одно мгновение он превратился в совершенно другого человека. У него было достаточно оснований бояться легендарного волшебника Линка. Он не только обладал грозной магией, но Ферди также обеспечивала большинство ресурсов в крепости. Обидеть Линка означало бы нарушение этих поставок ресурсов, и вся крепость могла бы выживать не более двух месяцев. После этих двух месяцев воины останутся без еды, и крепость рухнет сама по себе. Почему лорд Ферди противостоит мне без причины? Абель с тревогой сказал сам себе. Черная тень тихо хихикнула. Это был резкий свистящий звук, от которого Абель устала не по себе. Ему не терпелось броситься на вторженца и разрезать его пополам, но сейчас он хотел бы услышать, что тот скажет дальше. Таким образом, ему удалось сдержать все смертоносные порывы в нем так долго, как он мог. Затем тень снова заговорила. Из-за силы, которую ты приобрел, ты становишься сильнее благодаря убийствам. Тебе не показалось странным, что ты жаждешь крови и убийств? Хотя его голос был тихим, на ухо Абеля он звучал как раскат грома. Да, какая сила происходит в любом случае от убийства? Даже демоны не способны на это. В последнее время я чувствую себя все более и более кровожадным. Если бы мне пришлось сидеть целый день без убийства, я чувствовал бы беспокойство и мне даже бывает трудно спать по ночам. Я даже вспомнил, что убил маленькую девочку. Чем это отличается от демона? Он уже почувствовал, что с ним что-то не так, но не посмел вдаваться в подробности. Теперь, когда он размышлял о своих прошлых действиях, он не мог не покрыться холодным потом. Герцог Абель не испытывал ни малейшего ужаса, когда предавался своему убийственному веселью. Услышав все это, сказанное ему кем-то посторонним, он не мог поверить, что он вообще способен на такое. Кто был этой темной тенью? Ты прячешься в тени, покажи себя. Абель выхватил меч. Если вторженец решил не показывать себя, он без колебаний убил бы его. Фигура снова усмехнулась и вышла из тени. Это была маленькая девочка, одетая в черное шелковое платье. Ее тело было змеиным, а ее черты были изящны. Она посмотрела на Абеля с хитрой улыбкой. Ах ты! Это ты! Герцог Абель сделал шаг назад. Его разум был сбит с толку. Девушка выглядела точно так же, как ангел света, который дал ему свою силу. Единственная разница была в их одежде. Да, это я. Я была той, кто подарил тебе силу убийства. Благодаря мне, ты стал легендарным воином. Разве ты не должен благодарить меня? Ты! Ты демон! Герцог Абель понял, что его обманули. Девушка в черном платье яростно махнула рукой с выражением презрения на лице. Не путай меня с демонами, эти скотины с гороховым мозгом, не что иное, как мои рабы. О, мой дорогой маршал, постарайся не слишком зацикливаться на том, кто я, и начни беспокоиться о своем нынешнем затруднительном положении. Я знаю, Линк едет на север, и он уже знает о твоем маленьком секрете. Если бы я была тобой, я бы начала думать о том, как лучше защитить себя от гнева мага. Абель откинулся на спинку стула, пробормотав. Это бесполезно, я не могу сравниться с кем-то, кто может единолично уничтожить одна тысяча демонов. Какой смысл достигать легендарного уровня, если я не могу противостоять такой силе? Мне конец. Мои руки запятнаны кровью. Он ни за что не простит меня за то, что я сделал. Я повержен, повержен. Герцог Абель схватился за голову и бормотал себе под нос. Страх, стыд и гнев, все смешалось в нем. Маленькая девочка снова засмеялась. Каким трусом ты оказался? Разве ты не должен быть герцогом Абелем, маршалом Северной Армии, с бесчисленными воинами и магами, которые поклялись тебе в верности? Чего ты боишься? Линка и его людей? Он может уничтожить целую армию единолично. Это потому что он никогда не сражался против равного. Но теперь ты легендарный воин, не говоря уже о том, что воины в крепости – обычные люди. Ты действительно думаешь, что он рискнет использовать на них какие-либо заклинания, бьющие по площадям? Нет, он не станет. Эти воины будут служить не более чем живым щитом от мага. Понимаешь? Ошеломленный этими словами, гнев герцога Абеля наконец преодолел страх и стыд. Правильно, я здесь маршал. Линк не имеет никакого права судить меня. Он всего лишь герцог драконов. Нет, я не поддамся. Я буду сражаться. Я должен. Я должен покончить с ним. Кровожадность, которую герцог Абель подавлял в нем все это время, наконец-то разразилась слабой красной аурой, исходящей от его тела. Теперь в его глазах был кроваво-красный блеск. Да, вот и все, тихо проворчала девушка в черном платье. В 100 милях к северу отсюда находится небольшой городок под названием Гладстон, где эпидемия ярости вновь подняла голову. Ты должен отправить туда своих людей, чтобы держать ситуацию под контролем. Кстати, там живет около 10 000 человек. При этих словах Абель почувствовал внезапный холод в крови. Он взревел на нее. Оставь меня, как хочешь, я уже сказала, что мне нужно было сказать. Что бы ты ни делал дальше, все полностью зависит от тебя. Девушка в черном платье отступила к углу стены и скрылась в тени. Герцог Абель почувствовал, что что-то не так. Охранники снаружи должны были немедленно ворваться, чтобы проверить его, как только он начал кричать в комнате. Однако ничего не произошло, когда девушка исчезла без следа. Герцог Абель откинулся на спинку стула, совсем не удосужившись проверить охранников снаружи. Его налитые кровью глаза рассеяно смотрели на потолок кабинета, а слова девушки в черном платье все еще звучали в его голове. Гладстон эпидемия ярости. Демон. Линк. Эти слова постоянно кружились в его голове, словно проклятие, нависшее над ним. Через некоторое время герцог Абель наконец закричал. Охрана. Охрана. Дверь в его кабинет открылась, и молодой воин вошел с выражением почтения, глядя на герцога перед собой. Маршал, чем я могу быть полезен? Иди, приведи мою дочь Энни ко мне. Да. Маршал, молодой воин вышел из комнаты. Абель достал ручку и бумагу и начал писать письмо. Когда он набросал его, его слова стали еще более запутанными. Раз или два он вообще переставал писать и уставился на бумагу, словно не мог решить, порвать ее или нет. В конце концов, он не мог заставить себя сделать такую вещь. Через несколько минут он наконец закончил письмо и вложил его в конверт. Затем он запечатал его своим гербом, и в этот момент дверь снова открылась. В комнату вошла Энни, одетая в зелено-черные кожаные доспехи. Ее лицо было холодным и равнодушным. Когда она увидела своего отца, она холодно сказала. Каковы ваши приказы, маршал? Отнеси это письмо на север и отдай его мастеру Линку. Возьми с собой иконорсе. Да. Маршал Энни взяла у него письмо и спросила. Что-нибудь еще, маршал? Герцог Абель знал, почему его дочь ведет себя так. Она возражала против его кампании геноцида, против простого народа в Гаррассоне, но он не прислушался к ее словам. Вот и все. Теперь можешь идти. Чем раньше, тем лучше. Помни, не давай это письмо кому-либо еще, даже если они утверждают, что выступают от моего имени. Понятно? Понятно. Через некоторое время Герцог Абель услышал стук копыт снаружи. Он быстро выглянул в окно и увидел, что Энни и Конорсе оставили крепость Арида. Как пойманный в ловушку зверь, он полчаса ходил по комнате, думая о том, что делать дальше. Внезапно он закричал, стража, стража, скорей. Охранники ворвались в комнату. Маршал, что-то не так. Принцесса Энни и Конорсе предали меня. Немедленно свяжитесь с М-13. Попросите командира отправить кого-нибудь, чтобы задержать их. Быстро. Время имеет решающее значение. Ни при каких обстоятельствах им не позволено уйти. Герцог Абель взревел. Все понятно. Солдат поспешно вышел из комнаты, чтобы выполнить приказ маршала. Глава 471. Это тупик. Мужчина и женщина неслись друг за другом сквозь лес. Это были Конорсе Энни, которые только что покинули крепость. Они уже пробежали более 10 миль и тяжело дышали, но не смели замедляться. Спешите, Энни. Они догоняют. Призвал Конорсе. Он был воином 9го уровня и был намного сильнее Энни. Убийцы 7го уровня. Он был в лучшей форме. Тем не менее, он тоже полностью выдохся. Когда они столкнулись с этими разведчиками из МИ-3, он отбил почти все стрелы. В последний момент он даже активировал боевую ауру, чтобы сбежать с Энни. Это израсходовало много его энергии. Энни не говорила. Она берегла дыхание. Она была в плохой форме. Ее кожаная броня разорвалась, обнажив множество ран. Самая глубокая рана была у нее на талии. Ее порезал кинжал, а лезвие вонзилось в полсантиметра. От каждого шага вспыхивала боль. Пробежав полчаса, они вырвались из леса и вернулись на главную дорогу. Здесь не было солдат. Они снова начали бежать. Тут-тут, тут-тут. Грохот копыт зазвучал перед ними. Потрясенные, они спрятались за деревом и внимательно прислушались. Они слышали голоса. Это так трагично. Эпидемия появилась и в Гладстане. Им конец. Кровавый мясник снова идет на бойню. Ах, в мире все больше и больше сумасшествия. Как мы должны так жить? Давай не будем думать обо всем этом. Когда получим награду, мы пойдем на юг. Я слышал, что в Ферде сейчас хорошо. Их защищает легендарный маг. Держу пари, там безопасно. Вот как голоса стали ближе. Это наемники, охотники на демонов, прошептал Конорси. Их двое. Судя по звукам, у них хорошие лошади. Отдохни тут, а я украду их лошадей. Энни кивнула. Она действительно не могла бежать сама. С лошадью все было бы проще. Конорси выбежал. Через некоторое время Энни услышала приглушенные звуки и свист. Она вышла и увидела, что Конорси ведет двух лошадей. Не так далеко от него два избитых наемника катались по земле от боли. Давай, позвал ее Конорси. Он дал Энни черную лошадь, которая была более мускулистой. Они сели на лошадей. Когда они проходили мимо наемников, Энни бросила несколько золотых монет. Не идите на север, там небезопасно. Возьмите деньги и поторопитесь на юг. Два наемника думали, что их постигла неудача. Увидев деньги, их глаза прояснились. Они сразу же перевернулись и начали сражаться за монеты. После этого Конорси и Энни подтолкнули своих лошадей вперед и поскакали на юг по дороге. Они замедлились только через полчаса, когда лошади устали и перешли в рысь. К настоящему времени сильный тоник, который ранее выпила Энни, вступил в силу. Ее рана на талии закрылась, а не мело изудела. Больше не было больно. Почему генерал пытался нас поймать? Конорси задал вопрос, который беспокоил его. Энни пила воду. Услышав это, она холодно ответила. Он сошел с ума. Я чувствую, что это уже не мой отец. Это демон. Ваше высочество, вы уверены? Конорси была в неверии. Он думал, что Энни говорит так просто из гнева. Энни вздохнула. Это то, что я подозреваю. Ранее он дал мне письмо для отправки на юг. Он специально сказал, что даже если он отправит кого-то забрать его, я должна игнорировать это. Он казался противоречивым, когда говорил, как будто был другой душа внутри него. Конорси был в ужасе от этого. В него вторгался яд темного змея, так что он понимал это чувство. В то время еще одно сознание боролось за контроль над своим телом. Когда он потерял контроль, он словно спал. Он бы даже не знал, что он вообще сделал. Так что же происходит, Конорси не понимал. После этого двое молчали. У них обоих были тяжелые мысли. Примерно через полчаса они достигли бульвара с деревьями с обеих сторон. Здесь уши Конорси внезапно дернулись. Он немедленно натянул поводья. Стоп, в чем дело? У Энни уже был арбалет в руках. Она выглядела осторожной. Конорси также схватил свой волшебный меч. Что-то не так на дороге, прошептал он. Я слышу что-то странное. Они осторожно огляделись. Птица громко пела в лесу, и несколько птиц полетели в небо. Несколько белок прыгали по веткам и сражались друг с другом. Все выглядели обычным. Через некоторое время Энни покачала головой. Она не нашла ничего плохого. Конорси выглядел неуверенным. Он действительно почувствовал что-то странное, но не мог этого точно определить. Он насторожился, говоря, может быть, я ослышался. Пойдем. Энни тоже схватила свой автоматический арбалет. Этот арбалет был изготовлен на заказ и был очень мощный. Линк лично модифицировал его для нее. У него была сила 8го уровня. Она продолжала смотреть влево и вправо, полностью насторожи. Через несколько сотен футов внезапно перед ними появился почти сплошной белый туман. Был вечер, и температура падала. Было вполне нормально, что в северном лесу появился туман. Однако за ними гнались, и туман мешал их зрению. Идти так было довольно страшно. Что мы делаем теперь? Спросила Энни. Как только она заговорила, послышались короткие последовательные звуки. Она могла видеть что-то движущееся на деревьях. Энни была в состоянии повышенной готовности. Услышав звуки, она подняла арбалет и нажала на курок. Аккх. Был резкий крик, и дикий выбежал кабан. В его животе была зияющая дыра, но он все еще был жив и безумно бежал. Увидев это, Конорси вздохнул с облегчением. О, это просто дикий кабан, осторожно. Он увидел черную тень, внезапно появившуюся за лошадью Энни. Видя, что этот человек собирается атаковать, Конорси обнажил свой меч. Сила нахлынула в него, и раздался громкий треск. Молния ударила в тень. Теперь он был на 9М уровне и мог мгновенно использовать молниеносные атаки 9Г уровня. Если противник был ниже 9Г уровня, все они будут побеждены одним выстрелом молнии. Но эта тень была не слабой. Темно-красный свет сиял вокруг него. Когда ударила молния, белый свет окутал его, как серебряная паутина. Это выглядело красиво, но было остановлено за пределами красного свечения. Человек не был ранен. Однако атака Конорси потревожила Энни. Она не знала, где находится враг, поэтому она не атаковала. Вместо этого она активировала боевую технику убийцы. Мгновенный шаг. Серый туман сверкнул вокруг нее, и она телепортировалась на 30 футов, появляясь за большим деревом. Затем она потянулась и нашла врага по звуку. Она непрерывно стреляла в черную тень. Красное свечение врага было очень эффективно против чистых магических атак, таких как молния, пламя и ножи ветра. Тем не менее, это не было ничего против физических атак, как эти стрелы. Эти атаки могут быть отбиты только с помощью боевой брони или специальных заклинаний. У него не было ничего из этого. Столкнувшись с мощными стрелами, черная тень быстро уклонилась. Это было лучшее время для атаки. Конорси спрыгнул со своей лошади и набросился на тень. Но когда он был в воздухе, он услышал курок арбалета и свист в его ухе. Еще один убийца. Потрясенный, Конорси взмахнул своим молниеносным мечом, блокируя стрелы. Он заблокировал 9 за одну секунду и приземлился на землю. Как только он приземлился, он бросился к тени, которая напала на Энни. В то же время он закричал. Ваше высочество, будьте осторожны. Их двое. Энни уже истратила целый колчан. Она достала новой и протянула руку, стреляя в другого стрелка без колебаний. Конорси разбирался с черной тенью. Энни была уверена, что, если один на один, Конорси может победить его. Она просто должна была создать для него эту ситуацию, хотя бы на одну секунду. Стрелы пролетели через лес, и тогда Энни услышал лязг. Враг заблокировал ее стрелы. Судя по звукам, они сделали это достаточно легко, так мощно и быстро. Энни была шокирована этим. Ее стрелы были уровня 8 и могли проходить сквозь материал уровня 8. Если враг так легко отбивался, они должны быть на уровне 9. И тень блокировала молнию Конорси. Он тоже должен быть на 9 уровне. Эти два убийцы уровня 9 появились из ниоткуда и даже имели автоматические арбалеты, предназначенные исключительно для армии. Кто они? Они лакеи ее отца? Эти мысли промелькнули у нее в голове. В то же время она опустошила еще один колчан и отошла, чтобы наполнить его. Затем она услышала, как Конорси кричит. Ваше высочество, двигайтесь. Его голос сопровождал дикий свистящий звук. Энни сразу поняла, что это атака 9 уровня. В опасности она снова активировала мгновенный шаг, отскочив от дерева. Почти одновременно дерево, которое она спрятала за собой, было пронзено светящимся красным копьем. Копье было чрезвычайно мощным. Оно не поразило Энни, но, проходя сквозь дерево, воздушный поток и щепки врезались в Энни. Ее тело дрожало в воздухе, как будто что-то вонзилось ей в спину. Она потеряла равновесие и упала на землю. Бум! Она упала на 60 футов в кусты. Затем она встала, чтобы спрятаться за другим деревом. Как только она встала, ее ноги потеряли силу, и она потеряла контроль, упав на землю. Теперь она чувствовала сильную боль в спине. Она потянулась сзади и обнаружила, что ее доспехи были разорваны на части. Было тепло и мокро, все было залито кровью. Потом она поняла, что вообще не может двигаться. Все ее тело казалось сломленным, ваше высочество. Конорси воскликнул. Он схватил свой меч и боролся вперед изо всех сил. Через секунду его ударили ножом в бок, но он обезглавил врага. Подняв копье, он, не задумываясь, бросил его в сторону другого убийцы. Не глядя на результат, он выбежал в лес и схватил тяжело раненую принцессу Энни. Он активировал боевую ауру и побежал в густой лес. Он чувствовал, как кровь стекает по его талии, и его энергия исчезает. Дыхание принцессы Энни тоже ослабло. Через некоторое время он услышал шум позади себя. Убийца догонял. Казалось, они зашли в тупик. Глава 472. Надвигаются проблемы. Ассасин становился ближе к ним. 600 футов, 500 футов, 400 футов. Расстояние между ними стало сокращаться. Он получил серьезный урон по животу от врага, который также был воином 9 уровня, как и он. Только смерть ждала и его, как и принцессу Энни, если он встретится с таким противником в лоб. Он бежал по лесу, отчаянно озираясь влево и вправо на безопасное место, чтобы спрятаться. Огромные капли свежей крови текли из открытой раны и разбрызгивались на земле. Конорси чувствовал себя слабее с каждой минутой. Внезапно он услышал слабый голос Энни у него на руках. Конорси, оставь меня, я не могу. Возьми письмо, иди на север, отдай его линку. Рука Энни истекала свежей кровью, которая также запачкала само письмо. В этот момент ее лицо было смертельно бледным. Конорси начал паниковать при виде этого. Держитесь, ваше высочество, держитесь. Конорс скрежетал зубами и приложил последние силы, чтобы еще больше увеличить расстояние между ними и Ассасином. Он был воином, и он был бы проклят, если бы позволил принцессе Энни умереть здесь с ним. Но как бы он ни был решителен, не было смысла сопротивляться неизбежному. Вспышка скорости Конорси длилась недолго. Три минуты спустя истощение наконец настигло его. Из-за интенсивного напряжения рана на его талии открылась еще больше. Половина его тела онемела, и обе его ноги еле волочились. В этот момент было похоже, будто он пробирается по колено в грязи. Принцесса Энни замолчала. Казалось, она упала в обморок, хотя она крепко сжимала письмолинку, которая теперь была скомкана в клубок и пропитана ее кровью. Перед ними не было ничего, кроме лиса, который начал густеть. Его чувства были вялыми, он потерял чувство направления и теперь бежал наугад. Вскоре его зрение стало размываться. Он горько рассмеялся про себя. Это конец. Через несколько секунд произошло нечто невероятное. Конорси увидел, как его тело бежит впереди него. Как сторонний наблюдатель, он теперь смотрел, как его собственное тело отдаляется от него. Это было нереально. Он посмотрел на себя и увидел, что его конечности стали прозрачными вместе с принцессой Энни. Конорси остановился. Я дух? Я уже мертв? Когда он остановился, чтобы задуматься о своем нынешнем состоянии, из-за дерева его окликнул голос. Не стой там, пойди сюда. Конорси повернулся туда, откуда пришел голос, но ничего не увидел. Тогда он понял, что это была способность мага. Он подошел к дереву и с удивлением увидел, что за ним сидят три человека. Он мгновенно узнал Скинорса среди них. Двое других были молодой женщиной с вьющимися волосами и мужчиной средних лет в серой широкополой шляпе. Судя по его внешности, Конорси считал, что последний должен быть волшебником. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но затем Скинорс прижал палец к губам. СС не слова. Затем Скинорс достал пространственный браслет и не с ее запястья и достал из браслета арбалет. Это хорошее дело. Прошептал Скинорс в восхищении, а затем из пространственного браслета он вынул колчан арбалета. Он повернулся к своим спутникам и сказал. Хорошо, ассасин приближается. Убедитесь, что она нас не увидит. Конорси затаил дыхание. Одна рука крепко сжала его меч. Некоторое время спустя ассасин пробежал мимо дерева, даже не заметив их за ним, поскольку он пристально следил за магической иллюзией, все еще бегущей впереди. Взглянув на это, Скинорс, подняв большой палец волшебнику, и беззвучно произнес свои слова. Морриган, твое заклинание сработало как надо. Мак улыбнулся ему в ответ. Очевидно, тоже довольный этим. Ассасин теперь исчез в глубине леса в погоне за магической иллюзией. Скинорси встал и сказал. Здесь небезопасно, нам лучше пойти дальше. Давай мне принцессу. Конорси, чрезвычайно ослабленный от потери крови, передал ему Энни. Взглянув на принцессу, Скинорс нахмурился и сказал молодой женщине рядом с ним срочным тоном. Она тяжело ранена. Я едва чувствую ее сердцебиение. Быстрее, ей нужно чрезвычайное божественное заклинание. Молодой женщине не нужно было говорить дважды. Ее рука уже держала белый шар света, который она прижала к груди Энни. Конорси ясно видел, что Энни начала дышать глубже. Это было определенно хорошо, что среди них была жрица. Скинорс махнул рукой. Хорошо, пошли. Нога может скоро вернуться. Сказав это, он начал прокладывать путь через лес. Он был знаком с этим участком леса. Пройдя по узкой тропинке через лес, звук бегущей воды, наконец, донесся до их ушей впереди. Через некоторое время перед ними появился обрыв, который уходил на сто футов в землю. Водопад гремел вдоль скалы. Так, Марриган, давай. Затем Скинорс завязал веревку у всех на талии, а Марриган начала накладывать левитацию на каждого члена отряда. Теперь прыгаем. Скинорс первым спрыгнул с обрыва, и два его спутника последовали его примеру. Сохраняя свои сомнения по этому поводу, он, тем не менее, прыгнул вслед за остальными. Пятеро начали свободно падать вдоль водопада. Когда они достигли 50 футов от земли в середине водопада, Марриган выпустила заклинание тригоуровня. С внезапным порывом ветра все пять были унесены к водопаду. Как раз когда они собирались столкнуться с водопадом, Марриган еще раз взмахнул своей палочкой, и из воды вырвался камень, который разделил нисходящий поток воды пополам. Под водопадом появилась дыра высотой 3 фута и шириной 3 фута. Группа попала в яму, и камень закрылся за ними, опустив водяную завесу. Пещера, в которой они оказались, была около 100 квадратных футов, а воздух внутри был несколько влажным. Взмахнув палочкой, Марриган собрал всю воду в воздух в маленькую сферу воды. Затем он направил шарик воды из пещеры обратно через отверстие под водопадом с помощью своей палочки. В одно мгновение пещера стала более сухой и комфортной, чем раньше. Со смехом Скинорс объяснил. Это укрытие, высеченное на скале с помощью каменной магии самим Марриганом. Очень удобно. Водопад скрывает наше присутствие, и нога не сможет найти нас здесь. Сказав это, он положил Энни на каменную платформу, позволяя жрицы начать лечить раны принцессы. Конорси вздохнул с облегчением и достал бутылку великого лечебного зелья, чтобы выпить его. «Если бы я была тобой, я бы сейчас не стала пить зелье», вдруг сказала жрица Моя, не глядя на Конорси. Она медленно извлекала щепки от дерева из спины Энни с помощью серебряного скальпеля. Несколько удивившись, Конорси опустил зелье. «Тогда что мне делать? Ложись там. Я исцелю тебя после нее», — успокаивающе сказал Моя. Она была экспертом в искусстве целительства этой группы. Конорси пожал плечами и нашел другую каменную платформу, на которой можно было лечь. Скинорс широко улыбнулся Конорси, указал на Мою, а затем показал ему большой палец вверх. Он прошептал, она лидер этой группы, ее слово здесь закон. Конорси слабо улыбнулась в ответ. Он знал, что может доверять Скинорсу, несмотря на его склонность к поиску сокровищ. Он расслабился на каменной платформе. «Морриган, мне нужна чистая вода», — сказал Моя. «Иду». Морриган подошел к водопаду и наполнил серебряное блюдо водой. Огненный шар появился из кончика его палочки и растворился в воде, которая затем начала бурно кипеть. Примерно через 10 секунд Морриган вытащил огненный шар из воды, мгновенно понизив температуру воды. В результате все примеси были полностью удалены из воды. Затем Морриган принес воду Моя. Глядя на спину Энни, он вздохнул. Ее рана выглядит глубокой. Моя вымыла серебряный скальпель в воде и продолжила очищать рану Энни. Это действительно удача, что ни одна из ее жизненно важных точек не пострадала. Самое большое препятствие здесь — это удалить каждый кусочек сломанного дерева с ее тела. Если я упущу хотя бы один, могут возникнуть осложнения. Моя снова наколдовала шар света в своей руке и начала восстанавливать порванный кровеносный сосуд. На другой стороне пещеры Скинорс и Конорси начали беседу друг с другом. Скинорс спросил. Почему тебя преследовали эти ноги? Конорси был несколько смущен. Ноги? Ты имеешь в виду этих двух убийц? Конечно. Разве ты не заметил, насколько гибкими были их тела? Мы пересекались с ними неделю назад. Я бы точно умер там, если бы не сбежал, сказал Скинорс. Все еще выглядя напряженным. Пф, это я был тем, кто спас тебя. Ты даже проделал большую дыру в промежности своих штанов, добавил Морриган. Скинорс покраснел. Я просто не смог вовремя использовать мой рунический портал. У вас есть такой? Он достал красный рунный камень и начал размахивать им на лицах других. Конорси спросил. А задачи на этим? Мастерлинг дал его тебе? Он обманул его. Морриган вмешался. Обманывать других это сам по себе талант. И, к сожалению, немногие одарены этим, хитро сказал Скинорс. Он положил обратно рунный камень и спросил. Я вижу, что вы оба направляетесь на юг, и что в руки принцессы Энни есть письмо. Чье это письмо, если я могу спросить? Скинорс достал письмо, залитой кровью принцессы. Конорси не стал скрывать правду. Мы должны были отправить его мастеру Линку по приказу маршала. Кажется, что маршал столкнулся с проблемами. Понятно. Хорошо, давайте посмотрим на письмо, хорошо? Сказал Скинорс. Нет, это только для глаз мастера Линка. Ах, ты. Скинорс уже разорвал конверт. Не будь таким жестким, Конорси. Я просто смотрю на письмо, я же не съем его. Он вынул письмо и, прочитав его несколько раз, нахмурился, явно обеспокоенный его содержанием. Когда он закончил читать письмо, Скинорс сглотнул, смочил высохшие губы языком и уставился на своих спутников. Надвигаются проблемы, хрипло сказал он. Глава 473. От судьбы не уйдешь. Пещера за водопадом в Скинорс прочитал содержание письма. Мастер, я не могу контролировать демона в моем сердце. Воля к убийству уничтожает мою душу. Зловещее существо искушает меня. Она также засеяла чуму в Гладстане. Ах, я должен контролировать себя. Нет, нет, это слишком тяжело. Я не знаю, что я могу сделать. Я просто хочу убивать. Я хочу убивать всех. Мне нужна сила. Ах, я больше не могу себя контролировать. И содержание письма, и почерк были грязными. Иногда бывали и паузы. Можно было почувствовать противоречивые мысли писателя. Когда Скинорс закончил читать, в пещере было тихо. Единственные звуки исходили от священника Мои. Она лечила раны Энни. Выражение ее лица все еще было спокойным, а движения устойчивыми. Она казалась вообще не затронутой. Через некоторое время Конорси сказал. Я видел резню генерала в городе Гаррассон своими собственными глазами. Многие невинные мирные жители были убиты только за то, что общались с жертвами чумы. В городе было более 30 000 человек. Менее 800 выжили. Боюсь, в Гладстане действительно была чума. Население Гладстана было более 100 000 человек. Армия ушла, как только разразилась чума. При нынешнем состоянии генерала, должно быть, произошла беспрецедентная бойня. Боюсь, что Мастер Линк может быть единственным, кто остановит герцога Абеля, сказал Морриган. Мы должны принести ему это письмо. Кто это сделает? Скинорс спросил. Как только он заговорил, все посмотрели на него, включая священника Мою. Твоя боевая аура сейчас на уровне 8, сказал Морриган. Ты лучше всех крадешься и ты быстрее всех. И ты не ранен. Ты самый подходящий. Я, Скинорс, не был уверен в себе. Ноги преследовали Конорсе. Это означало, что они знали о существовании письма. Он из первых рук знал, насколько ужасны ноги. Если он столкнется с ними по дороге, он будет просто мясом. В то время Моя вытащила все деревянные осколки из спины Энни. Она достала тонкую серебряную иглу и ввернула ее, чтобы начать зашивать рану Энни. Осторожно нанизывая, она сказала. Травмы принцессы Энни и Конорсе очень тяжелые. Это переломный момент. Особенно Конорсе, я чувствую, что его энергия изменилась. Когда он выздоровеет, он может подняться до легендарного уровня.